Добрый день, коллеги! У нас время 11.00, время нашей встречи и я предлагаю потихонечку начинать. Зовут меня Оксана Сидоренко, я сотрудник компании Coderline, работаю в этой компании консультантом-аналитиком. Мы с вами будем смотреть базу 1С ERP управления предприятием. Обязательно пишу, что это релиз 2.5.10.3.8, потому что частично функционал между релизами может отличаться. И программа нашего вебинара сегодня – это основные справочники. Мы поговорим об организациях, о структуре предприятия, местах возникновения затрат, о складах, номенклатуре. Мы поговорим о том, каким образом отражаются документы в регламентированном учете, каким образом формируются бухгалтерские проводки. Естественно, нас как бухгалтеров это очень интересует. Отчеты для бухгалтера по учету ТМЦ до и после закрытия месяца. Объясню, почему такую градацию я указываю. И от чего зависят бухгалтерские проводки по учету ТМЦ. Собственно говоря, основное, ради чего мы собрались. Посмотрим только некоторые документы движения товаров, нюансы ограничения, такие как закупки ТМЦ, перемещение товаров в пути, неотфактурованные поставки. Если вдруг будет потребность рассмотреть какие-то другие виды движения товаров, то прошу тогда, соответственно, оставлять обратную связь. Либо здесь в чате, либо затем обратным письмом на поддержку нашей компании Кадрлайн. И у нас через две недели будет продолжение программы данного вебинара, потому что все в рамках одного часа мы физически просто не можем рассмотреть. Хочется рассказать побольше. И чтобы максимально полезной была информация. Поэтому пишите, пожалуйста. Дальше. Учет транспортно-заготовительных расходов, который возникает при приобретении ТМЦ, при складском хранении, и отчеты по, соответственно, учету этих товарно-транспортно-заготовительных расходов. В самом конце я расскажу о программе нашей второй части вебинара, которая будет через две недели. И также оставлю время для обратной связи, для ваших вопросов. А сейчас, с вашего позволения, я отключаю видео и переключаюсь уже непосредственно на программу, чтобы мы с вами смотрели не картинки и слайды, а непосредственно программу. Итак, основные справочники. Основные справочники – это у нас организации, это структура предприятия, это склады и это номенклатура. Так, переходим на программу. Непосредственно мы с вами будем рассматривать все примеры в демо-базе. Кое-какие примеры я отдельно для вас подготовила, соответственно, чтобы такое было нормальное живое общение относительно. Итак, с чего мы начинаем? Наш основной первый справочник – это организации. Справочник организации появится только тогда, когда мы в настройках НСИ и разделов в подсистеме предприятия поставим галочку «Несколько организаций». После этого в базе ERP можно будет ввести учет по нескольким организациям. Итак, что же нас интересует в, соответственно, справочнике организации? Естественно, самое первое нас это интересует. Это будет у нас юридическое лицо, индивидуальное предприниматель, либо это обособленное подразделение. Когда мы с вами создаем организацию, то для того, чтобы впоследствии сдавать регламентированную отчетность, нам обязательно организацию нужно поставить на учет в налоговый орган. Для этого, соответственно, вот у нас она такая пока будет безымянная. Многие примеры я уже буду показывать, чтобы не тратить время, потому что хочется по-максимуму рассказать о ERP. Ей нужно время для того, чтобы провести некие документы. Соответственно, после того, как мы дали название и написали, ввели нужные реквизиты, на что мы сейчас тратить не будем время, мы, соответственно, регистрируем нашу организацию в налоговом органе. После этого, после того, как мы зарегистрировали, мы обязательно заполняем учетную политику и прописываем здесь о налогах. И, соответственно, для того, чтобы заполнять учетную политику, нам сначала нужно определиться с системой налогообложения. Если у нас система налогообложения общая, значит, оставляем поле активное общее, если, соответственно, упрощенка, то мы нажимаем на упрощенку. Сразу оговорюсь, что я не буду останавливаться на тех пунктах, которые нас сегодня именно в плане учета ТМЦ не интересуют. Я рекомендую устанавливать дату, с которой будет действовать у нас учетная политика, датой ввода начальных остатков. Как правило, это происходит в декабре ведущего месяца. Соответственно, после того, когда... Сейчас я не буду на это тратить время, но обязательно... Это на самом деле очень важно. После того, когда мы заполнили систему налогообложения, у нас система нам дает, позволяет, соответственно, заполнять остальные разделы по учетной политике. Нас сегодня будет интересовать эта учетная политика финансового учета. И здесь, в плане учета ТМЦ, нас сразу же интересует метод оценки стоимости товара. Либо это будет средняя, причем, видите, сразу прописано, что средняя за месяц. То есть не средняя на сегодняшний день, она будет собираться, постепенно формироваться. И FIFO, соответственно, 5 in, 5 out. Первый пришел, первый ушел. Сразу скажу, что если мы указываем FIFO, то у нас большее количество управленческих отчетов нам будет доступно. И, соответственно, здесь мы указываем выпуск продукции. Если мы используем плановую стоимость, тогда, конечно, указываем плановую. Если у нас ее нет, то мы указываем по фактической стоимости. После того, как указали, обязательно, опять же, проверяем тот период, с которого мы начинаем работать. То есть если у нас в начальных остатках, как правило, 31 число предыдущего года, значит, учетную политику формируем оттуда. Следующий момент, который нас будет очень интересовать, это учетная политика по бухгалтерскому учету. В, опять же, бухгалтерском учете мы рассматриваем только те моменты, которые нас интересуют в плане запасов. И что у нас здесь есть? Если какой-то пункт, первое, вам непонятен, то практически около каждого из них есть гиперссылочка, нажав по которой мы можем сразу посмотреть подсказку. Например, выпуск продукции с использованием счета 40, выпуск продукции. И система нам сразу говорит, что в связи с вступлением в силу ФСБУ-5 может применяться в учете только до 2021 года. Соответственно, мы ее не используем. Нам нужно будет ввести дополнительный учет ТМЦ в эксплуатации и на забалансовых счетах. Если у нас такие есть, соответственно, мы ставим галочку о ТМЦ в эксплуатации. Мы поговорим во второй части вебинара через две недели. И, соответственно, если у нас сборка товаров происходит через 20-й счет, нам нужно видеть затраты, значит, мы ставим данную опцию, выбираем. И если мы планируем списывать ТМЦ одновременно с вводом эксплуатации, в конце года, прошу прощения, это как раз то, что нужно было сделать тоже ранее, то те, кто уже начал использовать программу ранней, либо, например, предыдущей датой, тогда используют данную опцию. Если нет, значит, не используй. Следующий момент – списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяц и приобретение. То есть мы можем что-то закупать, и оно у нас может лежать на складе. А мы можем закупать, и сразу же система будет автоматически в конце месяца эти малоценные ТМЦ списывать на расходы. Для того, чтобы система это делала, для того, чтобы нам не нужно было контролировать, тогда нужно будет указать статью расходов для списания малоценных ТМЦ. Соответственно, про малоценные ТМЦ мы будем с вами говорить во второй части нашего вебинара через две недели. Там подробнее остановимся и укажем статьи расходов. Ну и, соответственно, еще есть такой момент. ТМЦ, который, конечно, тоже касается косвенно НДС. Это у нас косвенно касается, прошу прощения, ТМЦ. Это настройка именно по НДС. Раздельный учет товаров по налогообложению НДС. Что это означает? Это значит, система будет позволять отслеживать виды деятельности входящего ТМЦ по товарам и номенклатурным затратам. От самого момента приобретения по всем передвижениям, внутри перемещениям, выдачам и так далее до момента реализации. Система вводит учет именно по этому виду, по виду налогообложения. Допустим, подлежит налогообложению НДС, не облагается НДС, но именно в плане не ставки, а вида деятельности. Что делает система, если, например, закончился товар, который, предположим, мы закупили под необлагаемую деятельность по НДС. Система после того, как закончится товар по нужному нам направлению, будет забирать с другого направления. При этом система сделает все корректирующие записи, например, восстановление НДС для дальнейшего его правильного учета. Ну и, соответственно, направление списания НДС, которое не принимаем к налоговому учету, тоже тогда нужно будет нам прописать. Сейчас мы на этом не останавливаемся, потому что это наше не основное направление. И идем дальше по тому, что касается именно НДС. И следующий справочник у нас – это структура предприятия. Причем структура предприятия называется справочник, но очень часто вы будете в документах видеть слово подразделение. Я бы хотела, чтобы вы четко разграничивали эти понятия. В системе на самом деле есть три справочника, которые как бы называются подразделениями. Основное, настоящее подразделение – это находится в системе кадры. А вот мы будем пользоваться справочником структура предприятия, несмотря на то, что, допустим, мы зайдем в любой документ, допустим, приобретение. Так, вот самый первый, какой у нас попался. И у нас в данной ситуации на закладке «Дополнительно» есть как раз такое поле подразделения. При этом, провалившись в него, мы попадаем в справочник именно структура предприятия. Значит, что это за справочник такой, структура предприятия? Структура предприятия, справочник – это, собственно говоря, места возникновения затрат. То есть это не кадровые подразделения. Какие могут быть элементы в составе структуры предприятия? Когда мы создаем, видите, система сразу нам пишет, что это подразделение, то есть мы его будем определять во всех документах, оно будет вываливаться не как структура предприятия, а как подразделение. Но мы понимаем, что это подразделение – это место возникновения затрат в структуре предприятия. И указав на то, производит ли это продукцию предприятие, по этому признаку, подсистема делит данные подразделения на производственные и непроизводственные. Соответственно, предположим, вот мы сразу же откроем, например, подразделение дирекция. Мы видим, подразделение не является производственным подразделением. Что это нам дает с точки зрения рекучета чуть-чуть позднее. И, допустим, вот у нас есть производственный цех, а здесь у нас написано, подразделение производит продукцию без заказов на производство. Без заказов на производство – это у нас указывается как раз, так скажем, упрощенный производственный цикл. Что нам нужно и почему мы сейчас рассматриваем данный справочник, структура предприятия, именно в связке с ТМЦ и с точки зрения отражения в рекучете. Потому что в системе, вот видите, я здесь создала два цеха и около одного поставила 20, около другого поставила 29. Это я такую, ну, как бы подсказочку, чтобы быстро было видно, потому что, допустим, вот здесь, видите, внутри сидят производственные подразделения. И не всегда понятно, особенно в чужой системе, что это за подразделение. А здесь сразу понимается, где происходит настройка счетов учета по производственным подразделениям. Она, ну, достаточно так спрятана, витиевато, достаточно длинный путь. Путь следующий. Мы заходим в регламентированный учет, далее бухгалтерский и налоговый учет наш с вами любимый, отражение документов в регламентированном учете. Это некая обработка, которая позволяет системе отражать документы в регламентированном учете. Перейдя в эту обработку, мы видим отражение документов. Ну, вот в данный момент у меня в этой базе один счет учета не настроен. Либо это поле может быть точно так же синее указано и, наоборот, написано, что все счета учета настроены. Пропаливаясь по данной гиперссылке, мы попадаем в тоже некую обработку настройка отражения документов в регламентированном учете. Если какие-то счета не настроены, соответственно, мы можем выбрать только те, которые требуют указания счетов. Либо еще второй момент. Мы это можем увидеть вот здесь справа, счета учета. И по видам направлений указано, вот у нас расчетов с поставщиками есть не настроенные. Но сейчас нас это не интересует. Нас интересует то, где настраивается счет учета по подразделениям. Потому что если вы пойдете, внимательно посмотрите, вы не найдете слово подразделения. Оно спрятано вот здесь под системой производства. И в под системе производства, то есть по умолчанию, будет счет 20. Но если мы нажмем на изменить, где именно в правилах исключения, то здесь мы можем через функцию добавить, добавить для какой организации, какое место производства, то есть видите, называется подразделение, но из подразделения мы попадаем именно в эту подсистему структура, вернее, прошу прощения, справочник, структура предприятия, то есть место возникновения затрат. И здесь мы указываем счет учета. И счета учета нам доступны 20, 23 и 29. Вот видите, по умолчанию в демо-базе у всех стоит 20 счет. И вот я, ага, вот видите, получается, что от налога как раз я неправильно указала у нас, что это производственный цех без заказов. Причем я указала, что это 20, хотя сама в системе указала, что для организации промресурс это будет 20 счет учета, а для организации ромашка это будет, вернее, для промресурса это будет 23, а для ромашки 20. Дело в том, что при попытке изменить счет учета, система нам сразу говорит, редактирование указанных настроек не рекомендуется. Более того, в пользовательском системе, то есть без специального помощника такого, как, например, я, да, консультант-аналитик, вы даже самостоятельно наверняка и не сможете сделать. На самом деле, то есть это очревато своими последствиями. Поэтому что если хотя бы где-нибудь в одном документе уже задействовано данное место производства, то изменение счета учета может очень негативно отразиться на дальнейшем учете. Опять же, напомню, вернее, скажу и постараюсь несколько раз проговорить сегодня очень важный момент. Дело в том, что ERP достаточно принципиально отличается от систем таких, как управление... Сейчас я, можно, видео включу, чтобы немножко вы меня видели, пока я абстрактно разговариваю, не глядя в систему. Дело в том, что система ERP, она очень своеобразная, она здорово отличается от бухгалтерии и от УПП. И пользователи, которые переходят с вот этих вот программ, так скажем, относительно упрощенных, которые... Ну, им не требуется тот функционал, который есть в ERP, очень часто испытывают проблемы. Больше того скажу, я сама проработала много лет главным бухгалтером, я работала в УПП, я работала в бухгалтерии, и потом я вдруг начала работать в ERP. Причем начала работать в том предприятии, которое уже когда-то перешло, и я осваивала эту систему вот самостоятельно на ходу. И я ужасно не любила, я ненавидела, я просто ненавидела это ERP. До тех пор, пока не стала работать консультантом-аналитиком, и после этого я поняла, насколько это умная и грамотная программа. Единственное, ее нужно понять. В чем ее основное отличие? Основное отличие в том, что ERP работает на регистрах, и для ERP регламентированный учет – это вторичный учет, это система именно для управления бизнесом, а не для ведения бухгалтерского учета. И именно по этой причине уже бухгалтеры как бы сверху, как шапочку надели под систему ERP. Поэтому те бухгалтеры, которые переходят на ERP, начинают работать. Поначалу мы видим точно так же, как и я. Вас будет нервировать, вам будет непонятно, где поменять счет, почему вы видите, что документ отражен, проведен, но почему-то нет проводок. Или, допустим, когда меня, допустим, дико бесило, когда я формировала какие-то отчеты либо документы, я привыкла работать очень быстро. Я работала больше, используя клавиатуру. Я очень не люблю мышь по двум причинам. Первое, это замедляет работу. А второе, когда вы работаете клавиатурой, то вы автоматически переходите, как бы, знаете, как сказали, по лесенке, то есть не перешагивая через ступеньки. А когда вы перешагиваете через ступеньки, у вас есть вероятность того, что вы какую-то ступеньку важную не наступите, и там что-то не выберете, а потом система, допустим, либо отразит не так, как нам нужно, как мы ожидаем в системе документ, либо, наоборот, откажется это делать. А вот ERP меня заставляла часто брать мышку, потому что, допустим, неважно, в формировании отчета или в формировании какого-либо документа, допустим, контрагент, я привыкла, что я встала в это поле и сразу начинала набирать название контрагента. Здесь же нужно было взять мышку, провалиться, и внутри этого контрагента выбрать отдельно справочник организации, отдельно контрагенты. Либо, допустим, у контрагента мне нужно было выбрать договор, я раньше точно знала, как называется договор, или там клавиша F4 автоматически попадала в справочник договоров, то теперь мне нужно было взять мышку и нужно выбрать либо это договор с контрагентом, либо это договор аренды, либо это кредитный договор, не понимая структуры ERP. А для ERP это разные справочники. Справочник кредитов-депозитов – это один справочник. Справочник просто, допустим, с контрагентами, например, поставщиками-покупателями – это другой справочник. Справочник, договор по аренде лизингу – это третий вид справочника. И по этой причине система, ну, в общем, она меня жутко нервировала, но теперь, когда я поняла, что это безумно умная система, и я сегодня еще буду несколько раз сравнивать ERP с бухгалтерией и с ОПП, потом все становится понятно. Поэтому потерпите какое-то время. Если вы только еще начинаете любить ERP, вы ее точно полюбите, но поначалу вам нужно будет немножко перестроиться, немножко научиться пользоваться другими видами отчетов. Собственно говоря, для этого мы сегодня с вами собрались. Так, отдаю опять. На программу перевожу. Так, и смотрим. Мы с вами посмотрели, где настраиваются счета отчетов подразделений, значит, производства. Я потом вам отдам презентацию, которую я сделала. Там я максимально подробно постаралась все в скринах сделать. Итак, после того, когда мы внесли какие-либо изменения, то есть добавили исключение, система обязательно спросит, нужно ли нам сохранить. До тех пор, пока мы не нажали на клавишу «Сохранить», мы видим, что все, да, вот мы поставили, что у нас 29-й счет по какому-то цеху. Я перепровожу документ несколько раз, переотражаю в рекучете. Нет, 29-й, да что такое, уже начинаю нервничать, перехожу, хочу закрыть вот это поле. И тут я понимаю, что оказывается, это я записала, но система там у себя, она зафиксировала, но это она не запомнила. Соответственно, после того, как мы внесли какие-то изменения, система нас обязательно спросит, и мы говорим, да, действительно, нам нужно сделать. Ну вот в данной ситуации я ничего не меняла, но уже пусть у нас все равно система запомнит то, что я сделала. Следующий момент – это справочник склады. Склады в ERP бывают у нескольких видов. Первый – это оптовые и это розничные склады. Когда мы создаем склад, он у нас сразу в первую очередь спрашивает, оптовый это или розничный. Далее, и оптовый, и розничный склад могут быть ордерным или неордерным. Ну, то есть, что такое оптовый и розничный, я думаю, что нам останавливаться на этом не нужно, это всем понятно. А вот что такое ордерный и неордерный, остановлюсь, ну, прямо буквально в двух словах. Ордерный от слова ордер. В бухгалтерии мы используем приходные кассовые ордеры, расходные кассовые ордеры. Точно так же есть приходные и расходные ордера, но складские ордера. Соответственно, если мы склад формируем ордерным, у нас на закладочке ордерная структура, мы говорим, где мы используем ордерную схему, либо при поступлении, либо при отгрузке. Причем, если мы начинаем использовать именно ордерную схему, то мы ставим, с какого числа мы начинаем использовать. То есть, до одного момента это неордерный, потом ордерный. Что такое ордерный? Это значит, что когда я сформировала документ при обретении, например, товаров и услуг, и его провела, при этом у нас склад, на склад неордерный, то данные о этом товаре пошли одновременно в два места. И в складской учет, то есть мы видим, что этот товар у нас находится на складе, и кладовщик видит. И мы у себя в бухгалтерии тоже видим. Если же мы включаем систему, что это у нас ордерный склад, нажимаем на галочку, то, соответственно, тогда документы, например, и при поступлении, и при отгрузке, либо только при одном из этих видов движений, уже будут формироваться разными документами. То есть при обретении, переход права собственности у нас будет бухгалтерским документом отражаться. Там будут формироваться проводки. А вот движения по складу будут оформляться документом ордерный, приходный ордер, либо расходный ордер. И второй момент. Еще отличие. Это уже возможно только для оптового склада. Значит, посмотрите, вот если я поставила, вернее, это кладовая цеха. Значит, слово кладовая цеха, либо мы чаще называем цеховая кладовая, говорит о том, что этот склад находится в производстве. Соответственно, счет учета на этом складе будет зависеть от того, какой счет учета у нас зашит. Именно в элементе справочника структура предприятия, о котором мы только что говорили. Соответственно, сейчас уже не будем трагить. Вот я здесь завела несколько складов, причем есть оптовый склад, есть склад готовой промышленной, ой, господи, простите, готовой продукции. Но я для упрощения, нам это совершенно не нужно для рекучета, не заводила ордерные склады и создала один склад, кладовая. И сразу же написала, чтобы было понятно, что это кладовая производственного цеха, причем это кладовая, привязана, соответственно, к цеху производственной, цех без заказов, в которой я указала счет 20. Но как мы уже с вами до этого только что в справочнике посмотрели, на одном складе, на одной организации счет учета будет 20, а в другом организации счет учета будет 23. При этом, на самом деле, это очень удобно, что нам не нужно делать множество складов, точно так же, как и номенклатур, к которому элементу справочника мы сейчас переходим. Следующий, естественно, раз мы говорим о ТМЦ, то нас интересует справочник номенклатура. И номенклатура здесь у нас будет зависеть и счета учета, и даже счет НДС будут зависеть от того, какой тип номенклатуры у нас есть, где у нас выбирается. Вот видите, я зашла в справочник номенклатуры, но не вижу ни одного элемента абсолютно. Почему? Потому что здесь у меня стоит галочка, что виды и свойства только по определенному виду. Если эту галочку отжимает, то, соответственно, у меня видны абсолютно все элементы справочника номенклатуры. Если, например, мне нужны, предположим, только шубы из мутона. Да? Так. Так, так, так. Ну, допустим, абразивная крышка мы нажали. Ага, это у нас материалы основные. Мне нужно, например, увидеть все материалы основные. Я ставлю галочку виды и свойства, то есть, что с этим видом и этими свойствами вот у нас такие элементы. И, соответственно, по каждому точно так же могу выбирать. При создании номенклатуры, когда мы создаем номенклатуру, система у нас автоматически спрашивает вид номенклатуры. В вид номенклатуры мы можем попасть либо непосредственно из справочника номенклатуры и, соответственно, здесь создавать, либо есть отдельный справочник под системой НСИИ администрирования. Это классификаторы номенклатуры. И вот они нам сегодня прямо вот это наши основные, основные справочники после того, когда мы все указали в организации, в структуре предприятия и складах. Итак, какие бывают виды номенклатуры? Виды номенклатуры будут зависеть, в первую очередь, от типа номенклатуры. То есть, виды номенклатуры мы придумываем самостоятельно, а типы номенклатуры, они зашиты в систему. Единственное, например, что вы, открыв у себя базу, вполне возможно, увидите не такую картину, как сейчас у меня. Чем, опять же, уникальна система ERP? То, что она настраиваемая под каждое предприятие. Вот в демобазе, ну, как правило, делают расширенную настройку, чтобы увидеть эту возможность. Но основные будут это товары, то есть материальные ценности, которые закупаются, производятся, реализуются предприятием и учитываются на складах. Возможен контроль остатков на складах, учет себестоимости, обеспечение потребностей. И еще два типа – это услуга и работа. Чем отличается услуга от работы? В двух словах, услуга не имеет себестоимости, не исчисляется в количественном выражении, и для ее приобретения не нужен склад. Работа же у нас, по ней ведется и количественный учет, и учет себестоимости. Так вот, что еще нам очень важно в виде номенклатуры, именно с точки зрения отражения в рекламентированном учете? Это то, где настраиваются счета учета. Если вы сейчас пользуетесь, либо раньше пользовались программами бухгалтерия, УПП, то вы знаете, вернемся опять же в любимый документ любой закупки, вы увидите, что в самом документе нигде нет возможности выбрать счет учета. И когда мы смотрим, что у нас не тот счет учета, мы понять не можем. То есть в бухгалтерии и УПП, тут у нас есть поле счет учета, мы просто взяли, поменяли, и у нас все здорово, все шикарно. В ЕРПИ, к сожалению, а может быть и не к сожалению, может быть наоборот здорово для того, чтобы никто шаловливыми ручками ничего не мог натворить, такой возможности нет. Но это все зашито либо в справочнике номенклатура, либо, опять же, когда создавать новый элемент справочника номенклатуры, то мы можем, выбрав правильный вид, если мы, опять же, правильно создали виды номенклатуры, то счета учета туда автоматически подтянутся. Вот, допустим, создаю я какой-либо товар. Ну да, давайте уже раз сказала товар, тем более у нас ТМЦ, мы выбрали товар, выбираем, и есть тут такое поле значений, используемые при создании. И вот в этих значениях можно указать, соответственно, ставку НДС, можно указать единицы измерения, а можно указать еще группу и такое понятие, как группа финансового учета, в общем. Или сокращенно это ГФУ, группа настроек финансового учета. ГФУ, если вы уже работаете в ЕРП, вы знаете, что они есть разные. Есть ГФУ расчетов, то есть то, на каких счетах будут отражаться взаиморасчеты, допустим, с покупателями, с поставщиками, с кредиторами, дебиторами и прочими нашими какими-то контрагентами. Есть ГФУ внеоборотных активов. Соответственно, от этого ГФУ, то есть группа настройки финансового учета, будет зависеть, например, на каком счете или даже субсчете будет отражаться, например, основное средство. На 0,1 или на 0,3? Где будет, допустим, 0,1 или 0,1, 0,3? Или на каком счете будет отражаться амортизация по этому основному средству? А есть группа настроек финансового учета, номенклатура. Тоже сразу же скажу, что не только в демобазе, но и в рабочих базах уже есть преднастроенные много элементов справочников. Прежде чем использовать этот элемент справочника, сначала обязательно очень хорошо изучите. Но для того, чтобы их хорошо понять, лучше бы, конечно, посоздавать новые, чтобы понимать, что все ли вы настроили, не все ли вы настроили, все ли правильно, все ли неправильно. И я рекомендую использовать основное правило. Лучше не дозаполните что-то, чем поставьте то, что вы не знаете. Вот, например, я создаю группу настроек финансового учета номенклатуры. И здесь, вот если я нажму показать, все у меня вылазит абсолютно огромное количество ячеек. При этом есть затраты на приобретение на складе переданной, в переработке. Допустим, счета учета НДС тут при продаже, принятые на ответственное хранение в переработку, товары принятые на комиссию. Вот лучше заполняйте только то, что от вас требуется. Если системе потребуется то, что вы не заполнили, система обязательно вам скажет при проведении документа, вы будете, вернее, при попытке его отражения в регламентированном учете. Система покажет красным цветом, что не может совсем отразить в рекучете, либо, допустим, может, но частично, потому что каких-либо данных в системе недостаточно. Поэтому очень рекомендую изначально экспериментировать с этими счетами, вернее, с настройками этих ГФУ. Вот я здесь, соответственно, ввела некоторые только, опять же, ввела их тоже только частично запомнив, чтобы было понятно. Соответственно, вот у нас на складе. На складе будет учитываться, как готовая продукция. Соответственно, если бы это был товар, то я бы поставила 41. Теперь, здесь есть такая штучка очень хорошая – счета учета НДС. Есть счет при продаже, есть при отгрузке, но нет счета при покупке. А вы, когда делаете документ приобретения, у вас возникает не тот счет учета именно НДС. И вот здесь, если не знать, опять же, секрет, голову сломаете. На самом деле, 19-й счет будет зависеть от вида ценности. Первое. Он будет зависеть от типа номенклатуры. Сейчас одну секундочку, я вот так вернусь. Значит, если вот здесь вы выберете услугу или работу, то это у вас будет счет 19.04 при приобретении работы или услуги. Если вы выберете товар, то НДС будет зависеть от вида ценности ГФО. Так, мы с вами смотрели готовую продукцию. От вида ценности. А вида ценности у нас есть три. Товары, основные средства и объект строительства. Так вот, за товары отвечает счет 19.03. За основное средство 19.01. За объекты строительства 19.08. В презентации я вам скину очень хорошую табличку, где указано правило настройки именно 19-го счета. От чего зависит? От вида документа, от вида ценности, от типа номенклатуры. Не только по ТМЦ. Поэтому сейчас я вам рассказала, показала, где находится. В презентации вы это все внимательно посмотрите. Соответственно, вот мне, допустим, нужно было на момент приобретения только 43-й. И, соответственно, вид ценности автоматически по умолчанию всегда встают товары. Соответственно, если вдруг вы приобретаете какой-то нематериальный актив, в необоротные средства, то обязательно нужно проверять вид ценности, чтобы был 19.01. Потому что здесь, видите, подсказочка. Для номенклатуры типа товара определяется счет учета входящего НДС. Ну, так скажем, мало подсказывает подсказка, мало о чем она нам говорит. Но вы теперь у нас уже грамотные, и вы теперь уже знаете. Итак, сразу мы с вами познакомились с несколькими справочниками. Мы с вами познакомились, получается, со справочником номенклатура, вид номенклатуры. В виде номенклатуры мы с вами познакомились с типом номенклатуры, поняли, от чего она зависит. И с видом номенклатуры мы познакомились с группой настроек финансового учета. А здесь есть еще один такой элемент справочника – группа аналитического учета. Эти справочники, в эти справочники можно также еще попасть через иниции администрирования классификатора номенклатуры. Вот они есть. Группы финансового учета номенклатуры – вот он, тот же самый справочник. И группы аналитического учета номенклатуры. Если с ГФУ все понятно, то есть это счета учетов, то с ГАУ не совсем понятно. Дело в том, что ГАУ – это такая достаточно оригинальная вещь, придуманная разработчиками 1С. Кто привык, опять же, работать в бухгалтерии и в УПП, те знают, что… Сейчас я перейду в план счетов. Что в тех программах аналитика на счетах затрат производственных и аналитика на счетах доходов-расходов по основному виду деятельности в 90-м – это одинаковая субконта. В ERP, к сожалению, это разное. Разработчики 1С уже поняли, что они немножко перемудрили, но пока что еще не привели это к единому значению. И это два разных абсолютно справочника. Тоже я вам в презентации выложу… Сейчас, одну секундочку, я ее постараюсь быстренько найти в презентации и вам показать, что она из себя представляет. Представляет, вот следующее. Я специально вывела, создала прямо вот ГАУ-номенклатуры и ГФУ-номенклатуры. И сделала такую обородочку, куда… Ну, взяла, вытащила только 20-й счет и 90-й счет. Так вот, в 20-м счете как раз вот это вот первое субконта – это и является ГАУ-номенклатуры. Ну, здесь я его немножко передвину, на самом деле, с третьего. А в 90-м счете это будет ГФУ-номенклатуры. Вы, конечно, можете затем одинаково абсолютно их назвать, но для себя должны помнить, что это пока что в ERP совершенно разные справочники. Итак, первое – это момент аналитики. Второе – в ГАУ вам могут сказать или вы где-нибудь можете прочитать, что в ГАУ можно настроить счет учета. Открываете этот элемент справочника и видите, что не можете. Так вот, эта функциональность у нас включается в подсистеме НСИ администрирования. Регламентированный учет. Отражение операции. И здесь у нас есть такое – настройка счетов учета производства по видам продукции. Вот виды продукции – это и есть те самые ГАУ. Вот у нас пока тут крутится колесико. Это значит, что данная настройка сейчас начинает вступать в силу. После того, когда мы ее настроили, открываем наш ГАУ. И у нас теперь есть возможность учитывать, прямо сразу же в этом ГАУ указывать, на каком счете будет отражаться. На, допустим, 20, 23 или 29 счете. И, соответственно, при проведении документов в регламентированном учете уже мы будем видеть этот момент аналитики. Так, с настроечками пока что я, получается, все рассказала. Коллеги, есть ли у вас вопросы? Если есть вопросы, то задавайте. Если нет вопросов, тогда мы с вами пойдем дальше, чтобы нам все успеть. Так. Ой, у нас уже 46 минут. Надеюсь, нас не выкинут. Так. Какой приоритете? ГАУ или ГФУ. Дело в том, что здесь вообще не может быть такого понимания, что приоритете – это две совершенно разные сущности. Значит, еще раз давайте обобщим. ГФУ – это настройки учета отражения ТМЦ на определенном счете. И это именно только для ТМЦ. При этом там настраивается не только счета учета по приобретению, но и при реализации. Мы сейчас об этом поговорим. Как раз вот именно для этой цели мы рассматриваем документы. А ГАУ – это дополнительная аналитика. И еще раз. ГФУ – это аналитика 90-го счета, а ГАУ – это аналитика 20-го, 23-го, 29-го счетов. Добрый день. То есть 20-й счет не даст ответ по структуре затрат по конкретной номенклатурной группе. Да, вот в ЕРП нет такого понятия в чистом виде, как в бухгалтерии и в ОПП. К сожалению, с этим вам пока что придется научиться работать. То есть если в бухгалтерии и в ОПП вы один раз создали эту номенклатурную группу, она у вас автоматически и при обретении, допустим, и при реализации появляется, то здесь вот только научиться. Поэтому, когда только начинаете работать, прям вот очень рекомендую в наименовании, прям в наименовании указывать в скобочках, например, ГФУ – это или ГАУ. Какие инструменты для анализа себестоимости? Есть очень хороший вопрос. Да, мы про это проговорим обязательно. И тогда давайте сейчас пойдем по формированию, то есть по отражению документов в регламентированном учете и уже потом перейдем на себестоимость. Так, я опять отключаю экран и переходим к следующему вопросу. Значит, от чего и каким образом формируются бухгалтерские проводки в документе? Вот мы создали какой-то либо документ. Вот мы его… Здесь написано «провести документ», проводим документ. Мы видим, что это у нас организация, торговый дом комплексный. Мы видим, что это кухонный комбайн. У нас время ограничено, поэтому пока что не будем бегать по отчетам. Формируют, допустим, оборотку. Вот я его жду, этот кухонный комбайн, например, на 41 счете. А его нет, этого кухонного комбайна. При этом звоню к кладовщику, а кладовщик говорит «есть кухонный комбайн у меня в отчетах». Да что такое? Дело в том, что отражается в регламентированном учете тремя способами. И здесь очень важно запомнить. Провести и отразить в регламентированном учете – это два разных механизма и два разных понятия. Провести и отразить в регламентированном учете. После того, как мы нажимаем на дебет-кредит и нажимаем «отразить в регламентированном учете», только после этого у нас появятся бухгалтерские проводки. При этом хочу вам такой лайфхак маленький показать. Если вы нажмете на клавиши «еще» «отражать в учете при открытии», то в следующий раз вам не нужно будет нажимать клавишу «отразить в регламентированном учете». Это будет происходить автоматически. Допустим, нажимаем еще раз «провести». В этом документе вы уже видели. Давайте другой документ возьмем. Нажимаем «провести». После того, как провели документ, все проводки автоматически сразу же стираются. То есть эти данные записались в регистры. И только после нажатия клавиши на дебет-кредит, видите, все, мне уже не нужно нажимать «отразить в регламентированном учете». Только потому, что я один раз вот сюда нажала «отразить». И проводочки сразу же у нас сформировались. Давайте быстренько с вами поговорим, откуда у нас возникли эти проводки. 41 счет. Если у вас есть возможность у кого-то включать микрофон, давайте тогда, чтобы пооперативнее, чтобы я не подсматривала в чат. Или давайте так. Если нет возможности включать микрофон, тогда я 3 секунды жду и даю ответ, откуда у нас проводки. 41 зависит, это я вот так его обозвала, от ГФУ номенклатуры. В ГФУ номенклатуре я указала счет учета на складе 41.01. Опять же, еще один момент. Для одного и того же ГФУ можно указать, вот самое интересное, что это лежит не в регламентированном учете, а в финансовом учете. В ГФУ можно изменить настройки счетов учета по организациям и складам. То есть один и тот же товар на разных складах или в разных организациях может числиться на разных счетах. Особенно это очень удобно, например, когда, предположим, у вас есть, например, обязательно производство, что для одного склада либо для одной организации это сырье, для другого, например, это полуфабрикат склада там или организации, для третьего это готовая продукция, для четвертого это товар. Так вот, в, соответственно, исключениях мы можем указать. Вот видите, я могу проставить, что, например, вот в такой-то организации это у нас на складе будет такой-то счет. Или, например, не по организации, а по складу это будет такой-то счет. Для одной организации, для выручки это будет 90-й счет, а для другой организации или для другого склада выручка это будет 91-й счет. Так, следующие проводочки быстренько, которые нас интересуют в этом документе. 19.03. От чего зависит? Так, зачем к счету учета расчета завели субконтоподразделение? Знаете, очень хороший вопрос, мы тоже очень часто отключаем, и более того, допустим, если, например, вы в договоре проставили, в договоре с контрагентом проставили подразделение, то это тоже может впоследствии где-то вам не так отразиться. Но не все идеально. Идеальной, наверное, программы нет, и нет одной программы, которая бы подошла абсолютно всем организациям. Согласна. Но, опять же, еще вам скажу, что есть три сквозные аналитики, которые проходят через абсолютно все учеты. Учеты – это организация, это подразделение и это направление деятельности. Вы не всегда их везде можете видеть, но, тем не менее, они есть. Итак, давайте. Счет 19.03. От чего у нас зависит? Вы пока подумали. Понятно, что написать не успеваете, потому что мы так быстро-быстренько работаем. Значит, счет 19.03. Зашит у нас в ГФУ номенклатуре вид ценности товара. Ну и, соответственно, 60.00. Либо это у нас по умолчанию, например, в системе его указано, либо это в ГФУ. Но здесь я не останавливаюсь, от чего зависит настройки договора в документе, в заказе и так далее. То есть все зашито в ГФУ. В самом документе вы ничего поменять не можете. Следующий документ. Вот смотрите, интересный документ. Тоже приобретение. Проводим документ. Провели, не значит, отразили в регламентированном учете. Теперь отразили в регламентированном учете. Ждем и... Опа-на! А счета ни 10-го, ни 41-го, ни 43-го, ни 21-го нет. Есть какие-то идеи, откуда возник 20-й счет? О, замечательно, Надежда. Молодец, прямо вот супер. Супер. Действительно, возник от склада. Вот здесь у нас склад, цеховая, кладовая. Мы говорили, что сразу же при перемещении, это тоже такая специфика в ERP. То есть даже если мы делаем документ перемещения, если успеем, мы обязательно посмотрим, просто со склада на склад, если мы с обычного склада переводим на цеховую и кладовую, то это сразу будет счет затрат данного склада. Еще один документ посмотрим. Тоже проводим. Отражаем в регламентированном учете. И смотрим. Уже у нас счет 23-й. 23-й. Хотя, вот видите, тоже я написала, что 20-й. Но помните, мы с вами смотрели настройки в зависимости от организации, потому что для промресурса вот эта цеховая, кладовая у нас на 23-м счете, а для другой организации та же самая, сейчас скажу, этот справочник, он сквозной для всех организаций. Соответственно, для организации уже ромашки там будет 20-й счет. Итак, и вернемся по поводу отражения в регучете. Значит, мы с вами сказали, первый момент – это непосредственно нажатие на клавишу дебет-кредит, причем неважно, внутри документа, либо из журнала нажимаем. Точно так же сразу же в этот момент начинают формироваться проводки. Я это называю вручную. Опять же, прошу, сейчас посмотрим, почему вот здесь такие разные счета, хотя у нас одно и то же самое подразделение. Вручную не путать с корректировками проводок, либо операции вручную. И вот здесь я прямо заклинаю, первое, никогда не пользоваться вот этой вот функцией ручная корректировка проводок. Всегда говорю, что в НСИИ администрирование, в регламентированный учет, сервисные функции уберите вот эту возможность ручного изменения проводок документов. Еще раз, система ERP работает на основании регистра. Вот как в регистре записано, эти данные переходят у нас в проводки. Видите, только там убрала и сразу исчезла такая возможность. Не знаю, зачем разработчик оставил такую возможность, но всем говорю, если будете пользоваться этим моментом, это, знаете, как, это как скорая помощь. Это, допустим, вот у вас жар, температура 41, да, вы выпили жаропонижающее, но вы не убрали источник возгорания. Соответственно, у вас температура на какой-то момент снизилась, но потом она опять повысилась, вы ее будете какое-то время гасить, а потом хлоп, и пациент убер. Точно так же с ERP, ищите причину того, что неправильно отразился в рекучете. Ковыряйте, ковыряйте склад, ковыряйте ГФУ, ковыряйте все, что угодно, но устраните именно причину. Значит, следующий момент, когда говорят вручную, очень часто пользуются, любят, очень любят бухгалтеры, которые приходят из бухгалтерии, из УПП, и формировать вот такой справочник операции регламентированный учет. И здесь, когда мы создаем, взяли там вот 10.01, и взяли с 60-м, я видела, когда там взаимозачеты делают через такой документ, ни в коем случае забудьте. Вот просто, вот нельзя, знаете как, даже на красный свет дорогу иногда переходить можно, а вот это использовать нельзя. Как только у нас появляется вот такой желтый восклицательный знак, это значит, что у вас возникнут потом проблемы. Да, вы сейчас что-то сделаете, проправите для рекучета, но это вам обязательно аукнется. Если дорогу вы можете перебежать, а можете не перебежать, то здесь обязательно возникнет этот вопрос. Значит, следующий вариант отражения в регламентированном учете, это регламентированный учет, отражение документов в регламентированном учете. Это обработка, которую мы с вами сегодня уже рассматривали косвенно. И здесь есть тоже два варианта. Есть вариант, когда мы заходим и видим, что вот у нас вот такое-то количество документов не отражено в регучете, мы нажимаем «Выполнить отражение», а можно поставить автоматическое отражение по расписанию. Здесь, соответственно, настроить какой-то интервал, и система будет сама отражать по мере необходимости. Единственное, нужно помнить, что чем чаще происходит отражение в регучете, тем система, это утяжеляет систему и несколько замедляет процесс работоспособности данной программы, поэтому здесь нужно очень хорошо понимать последствия, а самое главное, нужно учиться пользоваться управленческими отчетами, которые как раз построены на регистрах. Ручные используют, когда не автоматизирован процесс в ERP. Еще раз, смотрите, будь он 750 раз автоматизирован, но я столько видела бухгалтеров, которые это делают, если система не дает правильных проводок, нужно искать первопричину, но ни в коем случае не давать жаропонижающее. Ищите источник разгорания. Это может быть аппендицит, это может быть ОРВИ, это может быть ангина, и средства лечения абсолютно разные. Так, и еще один момент, когда отражаются абсолютно все документы в регламентированном учете, это, естественно, при закрытии месяца самая последняя операция в этом функционале. Какими же отчетами хорошо пользоваться, если у нас документы еще не отражены в регламентированном учете? Это следующие. Но если просто, допустим, складские, то, естественно, они находятся под системой склад и доставка, отчеты по складу, и у нас есть ведомость товара на складах. Соответственно, мы формируем эту ведомость. Мы можем сделать по определенному складу. И я вам еще скажу такую фишечку. Во многих отчетах по клавише «Еще» можно настроить вариант отчета. Вариант отчета, в принципе, на складах. Остатки товаров. Но в данной ситуации не слишком много разниц. Но мы с вами посмотрим. Итак, сформировали ведомость отчета по товарам на складах и увидели вот такую картину. Все. Значит, можно здесь разворачивать. Разворачивать до первого уровня. Это значит, мы видим только склады. До второго уровня. Это мы видим саму номенклатуру. И третий уровень. Это непосредственно до документа. Что такое уровень и где они настраиваются? Это настройки. Очень рекомендую научиться пользоваться отчетами. Расширены. И здесь мы можем сделать ограничения, например, по складу. Ну, по складу у нас, например, вот здесь. Причем, видите, у нас здесь равно. Соответственно, вот здесь в настройках мы можем только один склад выбрать. Здесь же, например, если нам нужно несколько, например, мы можем взять в группе, не в списке. Там еще разные ограничения, номенклатуры различные ограничить. Следующее. Вот она, наша структура. Вот это первый уровень, вот это второй, вот это третий. Если для нас, допустим, вот такой отчет слишком громоздкий, вот у нас нет в помещении, значит, тогда мы заходим в эту настройку, убираем помещение. Номенклатура, предположим, не пользуемся мы сериями, ну, даже, допустим, не пользуемся характеристиками. Если пользуемся, то это очень-очень важно. И детализация до регистратора, то есть это до первичного документа разворачивать. Теперь, когда мы в таком виде сформируем отчет, то, опять же, видите, он у нас такой, а вот у нас, допустим, артикул нам еще мешается. Соответственно, тоже в настройках, поля и сортировочки, вот мы здесь, например, можем убрать артикул. Тогда у нас отчет еще меньше. Ну, то есть если мы не пользуемся. Если мы пользуемся, то, конечно, нужно. Так, сворачиваем до второго уровня. Вот мы видим, какой склад и по каким позициям есть. Если нам нужно по какой-то позиции отследить, например, или там кто-то у нас вдруг в минуса ушел, мы посмотрели, то мы сразу же разворачиваем и видим, что вот у нас есть расходный ордер. Причем, видите, у нас сначала расходный ордер, а потом приходный ордер сформировался. Соответственно, но здесь непосредственно для склада это не проблематично. А вот если для расчета себестоимости, то, конечно, это уже у нас очень важно. При выходе из отчета у нас система всегда спросит, нужен ли нам сохранить данный вариант отчета. Значит, данный вариант отчета первый можно сохранить. Вот здесь нажимаем «Сохранить как». И, соответственно, указываем его название. Указываем, где вот, допустим, только на рабочем столе, либо везде нужен. И можем указать «Только мне», либо, например, каким-то еще пользователям. Они тоже очень часто пользуются этим отчетом. А можем просто, выходя, у нас система всегда спросит, если мы его переделывали, этот документ подстроили на себя, система спросит, она умная, вдруг нам понравился этот отчет. Соответственно, если нам понравились наши настройки, то мы их сохраняем. Если не понравились, то, соответственно, просто не сохраняем и просто выходим. Соответственно, следующий вариант отчета – это финансовые результаты контроллинг. Отчеты по финансовому результату. И здесь у нас есть два таких отчета. Вот это ведомость по партиям товаров предприятия и себестоимость товаров. Здесь еще хочу сказать очень важную вещь про ГФУ. ГФУ на самом деле зависит очень-очень много. И когда начинаете работать и вводите какую-то номенклатуру, очень важно туда проставить сразу же правильный ГФУ. Потому что в зависимости от релизов, вот сейчас в новых релизах, от релиза к релизу появляется упрощение этого использования, но иногда это стоит даже аналитикам титанических усилий. Кучу обработок нужно сделать, чтобы все привести в порядок. Потому что, допустим, мы сначала поставили, что это ТМЦ на 10-м счете, потом решили, нет, что все-таки это ТМЦ должно быть на 43-м счете. При этом у нас уже часть документов по этой номенклатуре с данным ГФУ прошло. Чтобы переделать, нужно отменить всю цепочку последовательно, причем от последнего к первому, потому что вам не даст приобретение поменять, например, если мы уже передали в колдовую, либо уже там переместили или продали, или передали на комиссию. Просто не позволит система. Поэтому ГФУ очень важно правильно изначально сказать. Есть там определенный регистр, который себе все это зашивает. Сейчас одну секунду. Тут у нас появились вопросы. Презентацию обязательно пришлем. Очень все подробно. Так, ручные, например, работа с 46-м счетом. Значит, по поводу счетов. Сейчас тогда, секундочку, я немножко отвлекусь. Смотрите, дело в том, что действительно есть такой момент, когда мы создаем операцию и, например, ну, давайте, 46-й, честно скажу, никогда с ним не встречалась. И вот такой момент. Видите, здесь нет никакого восклицательного знака. Это первый признак того, что с этим счетом можно работать. Действительно, с операцией регламентированный учет. Допустим, 0,9 счет. Он тоже позволяет. А вот, например, счет 0,8 или там 60-й. То есть как только возник желтый восклицательный знак, вот в моем понимании я бы вообще не разрешила системе просто провести такой документ. Но, видимо, пользователи очень много жаловались, так как привыкли. Тем самым дают работу нам, аналитикам, что сначала сделают много проблем себе, а потом нас зовут, чтобы мы решали. Так вот, я как раз хочу, чтобы вы не создавали сами себе проблем. Так, добрый день. Если в одной информационной базе ведется учет нескольких организаций, то еще этот отчет можно добавить организации. Да, совершенно верно. Вот как раз следующий момент я хотела показать. Например, смотрите, ведомость по партиям товаров предприятий. Слово предприятие – это значит по всем организациям в базе, которые мы ведем. Но по клавише «Еще», «Варианты отчета» у нас есть возможность посмотреть этот отчет. Либо ведомость по партиям всего предприятия, либо ведомость по партиям организаций. При этом, смотрите, еще какой момент. По партиям товаров предприятия у нас данные себестоимости предоставляются валютой управленческого учета. Единственное, есть возможность с НДС и без НДС. Если мы выбираем вариант отчета по организациям, то первое, значит, мы сразу же можем здесь выбирать организацию. И второе. Данные себестоимости можем в валюте регламентированного учета, можем в валюте управленческого учета. Сразу тогда напомню про валюты управленческого регламентированного учета. Они настраиваются в НСИ, предприятия, и эта валюта одна для всей базы. То есть вне зависимости от того, одна или много у вас организаций. И видите, эти поля стоят такими серенькими. Но стрелочка, тем не менее, черненькая. То есть чисто теоретически мы можем поменять валюту учета как управленческого, так и регламентированного. Ну а система сразу предупреждает, что это очень опасно. То есть это тот момент, который нужно продумывать с самого начала и нужно осознавать последствия после смены. Соответственно, с этим мы посмотрели. Следующий. Сейчас я тогда к вопросам. Цены ТМЦ будут одинаковые по управленческому учету и по регламентированному учету? Смотрите, значит, если у вас одинаковая валюта учета, то да, это цены будут одинаковые. Опять же, давайте цены, либо себестоимость. Все-таки я бы разделяла эти моменты, Надежда. Теперь еще про себестоимость хочу сказать. По себестоимости для системы идет очень жесткое обособление. В системе невозможно посчитать себестоимость, например, по... Сейчас сформулирую. Для системы позиция чайник на складе 1 – это одна позиция. Тот же самый чайник, тот же самый элемент справочника номенклатуры, но на другом складе – это совершенно другая позиция. Хотя мы зайдем в справочник номенклатуры и увидим его один. Соответственно, себестоимость его будет по-разному считаться. Например, если вы купили 2 чайника на склад 1, 2 чайника на склад 2, 2 чайника на склад 3, и потом по разным ценам. Потом продаете 3 чайника. Система пойдет в зависимости от того, как вы выбрали по ФИФО или по средней за месяц, и она, соответственно, выберет 3 чайника, и это не будет среднее по всем складам. И это будет именно, значит, она, получается, с одного склада у нее есть себестоимость одна ведется, по другому складу – это себестоимость другая, а по третьему складу – это себестоимость третья. И, соответственно, в ИУСе в регламентированном учете нет учета по складам. Опять же, если вы видели, так, для этого мы вернемся в регламентированный учет, настройка справочники. Допустим, 10 счет. Здесь видим склады, но в отчетах это не совсем так. Но вы прям должны это четко понимать, что себестоимость собирается в разрезе каждого склада. А если у вас, соответственно, есть характеристики, если есть серии, то это получается вообще практически уникальная себестоимость. То есть ФИФО будет именно в рамках этих наборов характеристик, серий. А если еще, например, по подразделениям, обособлением направлением деятельности, то есть чем больше дополнительных аналитик, тем это больше элементов для системы. Хотя у вас в справочнике будет один. Не знаю, смогла я вам объяснить то, что хотела сказать или нет. Если нет, значит тогда пояснить. Скажите, я попытаюсь еще объяснить. Так, в документе поступления проводки дебет 10, кредит 60. Не будет сразу на счет затрат списания происходить? Вот, очень хороший вопрос. Я как раз убежала от этого момента. Вот смотрите, я как раз открыла такой документ. Приобретение товаров и услуг. В самом документе, значит, первое, если мы сразу же передаем в цеховую и кладовую, то сразу же уходит на затраты. То есть мы даже на счетах учета ТМЦ их не увидим. Можно сразу же списать на расходы, вне зависимости от того, какой склад. Даже если здесь, например, обычный оптовый склад, и мы ставим галочку списать на расходы и выбираем конкретную статью расходов, предположим, 25, 26, 91, без разницы, то тогда, опять же, в проводках они минуют. Смотрите еще раз. Значит, здесь у нас цеховая кладовая с 29 счетом. На 29 счет упадет только вот эта позиция лист. Труба упадет на 25 счет сразу же, потому что у нас списывается на расходы. Проволока сразу же уйдет на 23, потому что выбрана такая статья расходов, статья расходов, где ГФУ расходов указан счет 23. Итак, у первой позиции счет будет зависеть от, либо от склада, если это производственная, цеховая, так, либо от ГФУ, которая сидит внутри номенклатуры. У трубы и у проволоки ГФУ будет зависеть от статьи расходов, куда списываем. Так, лист 29, труба 25, проволока 23. 23, смотрим проводки 23. Причем мы не видим, что это проволока, лист. Мы видим только у нас получается лист, потому что мы его никуда не списали на затраты. А это мы сразу же списали в затраты, то есть счета учета сразу же убегают. Так, это мы с вами посмотрели. Следующее. Так, себестоимость, понятно. Есть ли расчет в рублях, но есть учет по курсам валют? Какие должны быть настройки валюты организации? Смотрите, если вы отчеты собираете, ну, соответственно, в Российской Федерации у нас регламентированная валюта получается, вот здесь именно в МЦИ предприятие валюты, валюта регламентированного учета, если на территории России, то это рубли, а если управленческого, то это зависит от ваших собственников, ваших акционеров, в какой валюте им нужно видеть. Вот если взаиморасчеты происходят в валюте, то это прям совсем никак не влияет абсолютно. Просто у вас, соответственно, будут, ну, по учету ТМЦ те же самые счета, по учету взаиморасчетов там уже, соответственно, будут другие, допустим, не 60-01, а 60-03. Так, 60, вернее, там, 21. Следующее. Проводки по стоимости расхода ТМЦ и стоимости расхода этой же ТМЦ в управленческом учете. Проводки по стоимости расхода будут совпадать, или рек учете УПР могут быть, могут, они, смотрите, если разные валюты, как вот здесь в демобазе, то они будут в отчетах разные. Соответственно, вот мы сделали ведомость в валюте регламентированного учета. Ну, давайте выберем какую-нибудь сейчас позицию. Так, у нас как раз в этой базе получается. Так, вот у нас товар реализации. Здесь приход 20, себестоимость 14,876. То есть управленческий 205,60, там, сколько у нас, 84, прошу прощения. То есть система сразу же переформировала отчет именно в валюте управленческого учета. Валюта управленческого учета для данной базы, для всех абсолютно организаций является долларом. Если валюта одна, тогда никаких расхождений, конечно же, быть не может. Итак, ведомость по партии организаций мы с вами посмотрели. Так, следующие отчеты я еще хотела вам показать. Это в подсистеме финансовые результаты контроллинг отчеты. Так, ведомость по партиям товаров посмотрели и себестоимость товаров. Значит, себестоимость товаров тоже я сейчас сразу же, а так, прошу прощения, это я позже хочу показать. Так, вот, себестоимость товаров организации. Значит, данный отчет тоже имеет четыре варианта опции. Организации, предприятий и по операции. Значит, чем отличаются они? Смотрите, просто организация, соответственно, вы здесь можете отобрать организацию и посчитать себестоимость по этой организации. А есть, соответственно, если по предприятию, то по всему предприятию в целом без разделения на вот эти вот организации. А вот товаров операции по... Давайте побольше сделаю период, чтобы увидеть, хотя, в принципе, здесь можно было увидеть. И этот отчет будет, что это значит по операциям? Это значит не по документам, а по операциям, по видам операции. То есть, вот всего приход из них. Выпуск продукции такой-то, закупка у поставщика в таком-то количестве, в такой-то себестоимости. Вот есть распределение расходов на себестоимость, это мы чуть попозже. Закупка у поставщика, вот если есть товары в пути, если есть... То есть, по виду самих документов, в которых происходят какие-либо движения. Соответственно, вот это называется по операциям. И здесь же... Ну, это у меня, у вас такого не будет. Вот тут написано себестоимость товаров в организации настройки. Это значит, здесь вот я покажу, что он из себя представляет. Вот себестоимость товаров в организации настройки. Написано, видите, немножко как бы сдвинуто вправо отчет. Автор-администратор. Это значит, администратор создал вот этот же отчет, только... Ну, обозвались настройки. Настройки-то просто название. Значит, сделаны другие настройки в этом отчете, чтобы было видно. Значит, вот здесь в настроечках. И в этих настроечках расширенных полей сортировки. Значит, поставлены, соответственно, убраны артикулы характеристики серии. Дальше. И по разрезам. Значит, оставлены только количественный учет, стоимостной учет, доп. расходы и, соответственно, себестоимость. Себестоимость начальное, поступление и среднее. Остальные, ну, вот в данной ситуации, допустим, убран налоговый учет, убраны ПР-ки, ВР-ки, убраны трудозатраты. Ну, то есть, если, допустим, для конкретного пользователя данной информация не нужна, он оставляет только те моменты, которые ему нужны. И здесь сразу же может все увидеть. Причем, видите, опять же, можно разворачивать до номенклатуры, либо до документа. Все, вот сформировали. При этом, видите, у нас вот работа. Мы с вами проговаривали, чем отличается от услуги тем, что у нее есть количественный учет и суммовой учет. То есть, рассчитывается себестоимость у работы. Так, по отчетам этим пробежались. То есть, до того, как еще не отразились документы в регламентированном учете, мы, тем не менее, все равно можем посмотреть, что же у нас есть. И, соответственно, так, ведомости по товарам на складах мы с вами посмотрели. И очень хороший отчет для бухгалтеров. Это находится в подсистеме регламентированный учет, отчеты, сверка данных оперативного и бухгалтерского учета. Вот в конце месяца, когда вы закрываете месяц, уже закрыт, и когда именно сформировались отчеты, вернее, сформировались именно бухгалтерские проводки по всем документам, после этого можно сформировать данный отчет. Вот видите, система сразу говорит, не все документы отражены в регламентированном учете, поэтому данные отчеты могут быть неактуальны. Значит, что мы для этого делаем? Мы сначала идем в регламентированный учет, отражение документов в регламентированном учете отражаем по данной организации, которую мы анализируем. Но нам сейчас как раз наоборот этот момент не нужно, и мы смотрим, во-первых, там долго, чтобы не терять наше время, во-вторых, настройки какие есть у этого отчета. То есть мы можем сформировать этот отчет по разделам. Но так как мы смотрим с вами ТМЦ, соответственно, я поставила ограничения по себестоимости товаров. Но видим, что есть еще другие разделы учета, которые можно анализировать. Можно дальше ограничить, можно разбить по счетам учета, допустим, только по десятке, только по 41, только по 21. Можно, например, выводить только показать отклонения по оборотам или показать только отклонения по остаткам или, в принципе, только все отклонения. Тогда, видите, все документы, по которым нет отклонений, они уходят. Значит, каким образом мы их смотрим? Смотрим, что вот у нас Бурбарис на центральном складе проваливаемся в этот документ и видим, что документ реализации отражен в оперативном учете, но не отражен в бухгалтерском учете. Значит, что мы делаем? Заходим в этот документ, нажимаем на дебет-кредит. Документ у нас начинает формировать проводочки. Сформировал. Мы можем, соответственно, здесь переформировать, посмотреть с этим отбором. И таким образом анализируем. Так, еще там у нас в оперативном бухгалтерском. Ну, самое правильное, конечно, это так. Бухгалтерском учете не хочет еще пока что отражаться. Так, отражен. Нужно перезакрыть месяц в любом случае, чтобы посмотреть на ошибки. Так, ну вот, давайте посмотрим другую организацию, по которой я производила закрытие месяца. Соответственно, по ней ошибок, видите, нет. Все. Так. А, в этом периоде нет, конечно. Я ее создавала немножко позднее. Все. Вот видите, по всем счетам нет никаких расхождений. Можно развернуть каждый счет, посмотреть. И внутри тоже все данные есть. Очень рекомендуем пользоваться данным отчетом. Так, еще у нас сейчас, одну секундочку, вопрос в чате. Стоимость расхода в ОПР-отчетах появляется после отражения в регламентированном учете? Нет, нет. В ОПР-учете появляется сразу же. Значит, еще раз. ERP работает на регистрах. Регистры в ОПР-контур или в управленческий отчет попадают сразу же мгновенно после того, как нажали на клавишу «Провести документ». В регламентированный учет попадает только тогда, когда нажали на клавишу «Отразить», «Провести», вернее, в «Господи», «Отразить» именно в регламентированном учете. Так, по документам. Мы с вами по закупкам уже быстренько пробежались. Так, еще пойдем. В закупки я хотела показать… Хотела показать… Закупила услугу и закупила работу. Значит, чем отличается? Понятно, что в номенклатуре получается у нас тип номенклатуры в виде номенклатуры. Внутри вида номенклатуры сидит тип номенклатуры «Услуга». Соответственно, в работе сидит работа. И у нас сразу же услуга автоматически. Ее невозможно не списать на какой-то расход. То есть невозможно приобрести услугу, чтобы она лежала на складе. А вот работу можно приобрести. Работа может храниться, а можно точно так же сразу же списать работу. Соответственно, и проводки будут у нас зависеть. Услуга у нас списалась на статью расходов, которую мы указали. А работа у нас упала на счет учета подразделения, в которое мы поставили. При этом я специально в документе указала одно и то же подразделение-получатель. Но, как вы видите, на услугу этой на проводке не оказало никакого влияния. То есть 91-й у нас, получается, зависит от статьи расходов, куда списываем. А 20-й счет зависит от того подразделения. Либо, как мы уже теперь прямо совсем грамотно можем говорить, от элемента структуры справочника, структура подразделения. Отсюда работает. И 19.04, так как у нас тип номенклатуры, работа, услуга, то возник 19.04. Так, теперь документы перемещения мы с вами говорили, что нам тоже интересно. Это у нас в подсистеме склады доставка, внутренние документы все. Ну, естественно, все виды документов мы с вами физически не можем смотреть. Значит, вот смотрите, есть классическое, прямо в классическом виде перемещения товаров. В чем оно заключается? Что мы передаем с одного склада на другой склад. Причем оба склада у нас являются непроизводственными. Да, и еще совсем забыла про документы. Значит, принято, отгружено статусы документов. Не забывайте, потому что иногда от статуса документа мы смотрим, что все проведено, а в рекучете не отражено. Так вот, только в статусе принято будут у нас формироваться проводки. Взяли стеллаж и перетащили его с одного склада на другой склад. Соответственно, тогда он цепляет то ГФУ, которое у нас стоит в номенклатуре данного элемента номенклатура. Опять же, если у нас нет исключения в этом ГФУ по складам, вот что склад коммерческой службы, что склад готовой продукции, у нас везде 43. Если бы мы в ГФУ, который вот здесь сидит в стеллаже, поменяли с вами, в ГФУ добавили бы исключение, например, что на складе готовой продукции он должен храниться, например, на 41. Ну, предположим, на 40. Или наоборот, на складе коммерческой службы логичнее было бы на 41. Ну, то есть, понятно, что с точки зрения бухгалтерии это совсем некорректно, но ради эксперимента можете поэкспериментировать. Добавить в… сюда мы можем сразу же в справочник провалиться. Финансовый учет. Вот здесь готовая продукция. Если мы вот здесь настроим счета учета по организациям и складам, ну, в данной ситуации это внутри рамках одной организации, если мы добавим, что вот, например, сюда склад готовой продукции, и десятку мы превратили, то, соответственно, система это проглотит и даст такие проводочки. Так, следующий документ. Это именно движение уже продукции. Движение, причем под словом «продукция» может быть разное. Это продукция из производства, это передача продукции из кладовой, передача материалов производства. Вот сейчас уже прямо отсюда по наименованию, я надеюсь, что после сегодняшней нашей встречи вы уже сразу предполагаете, какие будут проводки. Передача продукции из производства, то есть из производства будет браться счет учета подразделения, да, то есть цеховой и кладовой, а продукция, соответственно, будет счет учета зависеть от ГФУ номенклатуры. Передача продукцию в кладовую в обратном порядке, наоборот. Продукция, соответственно, под словом «продукция» это у нас элемент справочника номенклатуры и ГФУ, который к складу, если нет никаких исключений, если есть исключения, то будет зависеть от счета учета этого исключения, соответственно, и из кладовой тоже счет учета именно по цеховой кладовой, то есть это 20-й, 23-й, 29-й. Передача материала в кладовую, ну, все, вот я так понимаю, что мы уже отсюда прямо начинаем понимать, каких мы ожидаем проводок. Вот у меня документ передача материала в кладовую, соответственно, проводка по кредиту будет зависеть от ГФУ номенклатуры, которые у нас здесь есть, да, а кладовая будет зависеть от счета учета цеховой кладовой. И вот как раз тот самый момент. А, здесь у нас, видите, ГАУ-система запросила, потому что я же при вас, получается, включила эту функциональность по ГАУ, а до этого у меня документ был сформирован, когда еще не была включена эта опция. Соответственно, мы используем некое ГАУ. А ГАУ у нас, давайте тогда сразу найдем прямо, откуда, где она у нас зашита, ГАУ. Потому что здесь мы смотрим, мы, вот, я сюда прописывала группу вид продукции, ГАУ. Так, и, ну, давайте какой, ну, пусть у нас будет 20 людей. Так, еще раз перепроводим. То есть, всегда ищите причину, ищите то, откуда ищет у нас система. Все, так как здесь у нас стояло ГАУ, изделие из дерева, то у нас, получается, по дебету 23 счет. Так как во второй строке у нас не было никакого вот этого группа виды продукции, при этом, видите, тут называется группа вид продукции, на самом деле это группа аналитического учета. Поэтому я в наименовании прям специально подписала ГАУ, чтобы это было наглядно. А вот по второй позиции нам, допустим, не нужно, не нужна эта дополнительная аналитика. Поэтому она взяла счет учета цеховой, кладовой и без вот этой вот дополнительной аналитики по 20 счету. Соответственно, десятки, счет 10, не от слова материалов, а от ГФУ вот этих номенклатур зависит. Так, еще один документ. Так, здесь у нас передача продукции из кладовой. Значит, передача продукции, соответственно, это у нас получается дебет. Дебет продукции будет зависеть от ГФУ номенклатуры и из кладовой будет зависеть от счета учета по подразделению. Вот это мы так все смотрим. Значит, подразделение у нас 20 счет, в ГФУ номенклатуры у нас 43 счет. То есть, если нас здесь не устраивают проводочки, то мы идем либо смотрим цеховая, кладовая. Еще раз напомню, цеховая, кладовая запрятана, регламентированный учет, отражение документов в регламентированном учете. Вот здесь у нас надстроить счета учета, либо наоборот, все счета настроены. После этого идем в производство. И, соответственно, в производство, вот видите, у нас уже указаны. Если нам что-то нужно, то, соответственно, добавляем исключение и добавляем туда при этом видео. И ГАУ у нас уже тоже появились, но еще не настроены, потому что включили эту аналитику. Пока не было включено аналитику, соответственно, вот здесь добавляем. Так, читаю вопрос. Выпуск продукции только сначала на цеховую, кладовую, может быть, или сразу на склад готовой продукции? В принципе, может, и на склад готовой продукции, но я прям производственный процесс здесь совсем-совсем не рассматриваю. Он там со всеми этапами нас интересует вот только с точки зрения регламентированного учета. Какой цех укажете, значит, от этого и будет зависеть, соответственно, у нас счет учета. Так, по перемещениям быстренько пробежались. И еще хотела показать по приобретению. Так, два момента. Секунду. Так, есть у нас еще такие варианты, как постоперации, закупка поставщика товаров пути. Товары в пути и неотфактурованные поставки. Значит, что это за документы? Во-первых, для создания такого документа необходим отдельный договор. Система не позволит использовать самый обычный типовой договор. Позволит, но здесь нужна дополнительная настроечка, что доступно по схеме товаров пути. Сейчас я включу. То есть, либо неотфактурованная поставка, либо товары в пути. Соответственно, если у вас могут приходить товары по-разному, то, к сожалению, в системе нужно будет завести два договора. Один именно с функцией товары в пути, а другой с неотфактурованной поставкой. Давайте посмотрим, что это такое и с чем это едят. Вот если, например, мы поставим неотфактурованную поставку, то здесь автоматически система находит с теми валютами, с этим поставщиком, нужный договор. Если он один, если их несколько, тогда, конечно, будет пусто. При этом, видите, договор нужен обязательно, абсолютно. То есть, без этого просто система не позволит провести. Я, чтобы уже сейчас ничего не менять, еще раз захожу. Здесь просто указываю у нас, какие товары в пути. Там где-то мне во Владивостоке или наоборот где-то там в Мурманске мне отгрузили товар. Соответственно, у меня документ проведен и формируется проводочка. При этом дебет 15, кредит 60. Значит, 19-й, понятно, что это у нас вид ценности у ТМЦ товары. А вот откуда взялся счет 15. Значит, помните, я вам говорила, когда если что-то не знаете, лучше не пишите. Если не прописать, то тогда система просто не даст провести, как вот предыдущий документ я вам показывала, по перемещению, где ГАУ. Ну, нет счета. Лучше, когда чего-то не хватает. Так вот, вот затраты на приобретение. Затраты на приобретение могут быть на приобретение материалов и на приобретение товаров. Так как у нас на складе счет 10-й, то логично, что затраты на приобретение у нас будут 15.01. Именно затраты на приобретение материала. Так, 15-й у нас возник. При этом это у нас произошел переход права собственности к этому документу. Видим, что у нас в регламентированном учете и, соответственно, в складских отчетах, если мы посмотрим, еще нет этого товара. Он где-то идет. У нас возникло обязательство перед поставщиком. Для этого есть у нас под системе хорошее рабочее место к оформлению. И мы видим, что у нас к оформлению, помимо документа приобретения товаров, есть еще документ поступления товаров. Значит, вот это два разных документа. Приобретение товаров, именно приобретение – это переход права собственности, а поступление товаров – это уже фактическое поступление на склад. И мы видим, что у нас по приобретению товаров вот еще какое-то количество документов нам нужно поставить. Соответственно, система сама подбирает то количество документов, которое еще не поставлено. Мы его теперь поставили на склад. То есть оно шло, шло, шло и пришло. И после этого уже документ у нас, соответственно, сформирует проводочки. Приобретение данного ТМЦ на склад закроет как раз вот этот вот счет по приобретению, который был товар и в пути. Ну, соответственно, десятка из ГФУ-номенклатуры, 15 из ГФУ-номенклатуры. Все. Мы закрыли этот момент. Следующий момент – это по неотфактуровке. По неотфактуровке там, наоборот, последовательность другая. Там сначала к нам приходят документы, вернее, приходят ТМЦ без документов. Соответственно, неотфактуровка. Единственное, вот здесь счет никак не касающийся ТМЦ, но без него просто невозможно провести документ. По этой причине я уже, чтобы здесь не тратить время пока на все настройки, но это действительно долго в договоре, поставила, что это расчеты с поставщиками. И в расчетах с поставщиками я указала по неотфактурованным поставкам счет 60 НП, потому что если убрать отсюда этот счет, система не будет знать, куда его, ну, собственно говоря, на каком счете отразить. При этом, если посмотрим, доступных много счетов, то есть, причем и тех, которые вроде как и не должны быть, но выбираем из тех, которые нам удобны, которым мы там привыкли пользоваться и так далее. Но, ладно, ГФО расчетов – это не наш сейчас вопрос, но, тем не менее, от него зависит. Итак, здесь мы наоборот. У нас поступил товар на склад. Соответственно, мы указываем, после того, как мы отражаем документ в рекучете, мы видим, что у нас поступил товар, но, так скажем, обязательства, они как бы есть, но их как бы нет. По крайней мере, НДС мы еще точно не можем себе отразить, потому что, несмотря на то, что в документе у нас стоит, что он с НДС и ставка НДС. Почему? Потому что счета фактуры у нас нет, у нас еще не возникло право перехода собственности. А точно так же, то же самое рабочее место, значит, у нас есть поступление товаров, а мы ждем, когда к нам придут документы. Соответственно, мы контролируем через вот это рабочее место, и вот у нас еще должно быть приобретение. Ну, здесь вот у нас на основании заказов поставщику тоже можем формировать в данной ситуации документы. Так, но мне сейчас по неотфактуровке больше интересует вопрос, потому что я тут уже кое-что подготовила, естественно, чтобы меньше тратить времени сейчас. Соответственно, вот я взяла это количество, оно ко мне пришло, и я формирую проводочки в регламентированном учете. В регламентированном учете у нас уже и в оперативном учете уже эти позиции на складе есть. Теперь мы только закрываем вот этот 60НП, и у нас уже, ну, прям такой настоящий переход права собственности. И, соответственно, у нас теперь только после этого возник 19-й счет. Так, это вот то, что мне хотелось вам показать по движению. И еще, если вы не сильно устали, если вы еще готовы пока что вникать, еще бы хотела посмотреть по учету транспорта заготовительных расходов. Так, сейчас я вам покажу, переключу. Ой, хорошо, как раз вопрос. Так, отлично, Надежда, я рада, что готова. Сейчас я вас переключу на табличечку и расскажу, что она означает. Тоже все это у вас будет в презентации. Я вот сделала такую табличку с квалификацией расходов. Значит, и выделила отдельно транспортно-заготовительные расходы, что они могут в системе возникать, вернее, отражаться на финансовый результат, на расходы в будущих периодах. Можно распределять вручную и переносить на себестоимость товара. Значит, что вот это все остальное означает, я сейчас вам покажу в системе. Это у нас, за это отвечает у нас статьи расходов. Статьи расходов у нас спрятаны в финансовом результате и контролинге статьи расходов. При формировании, создании статьи расходов мы должны сначала выбрать, когда у нас возникают расходы. Вот то самое слово квалификация, которое я писала. И вот они как раз при приобретении и при складском хранении, вот это и есть у нас будут ТЗРки. Остальные варианты есть еще при продаже, при производстве, при формировании внеоборотных активов и какие-то совершенно иные, включая общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Так вот, посмотрим, какие есть приобретения. И я вам сказала, что они могут относиться на себестоимость товаров, на финансовый результат, то есть прямо на расходы текущего периода, возможно, даже на расходы будущих периодов, ну, допустим, страховки какие-то, да, либо распределять вручную. Об этом я тоже немножко расскажу. Единственное, что без примера, но я думаю, вам будет понятно и в один прекрасный момент, когда вам понадобится, вы про это вспомните. Итак, ну, при приобретении, соответственно, если это мы списываем на себестоимость товаров, то они могут распределяться. Могут распределяться пропорционально весу, количеству, объему, либо себестоимости товаров. Значит, каким образом это создается? Просто выбирается показатель. Вот их четыре показателя и расширить их невозможно. Значит, с количеством понятность, себестоимость понятна, непонятен вопрос вес и объем товаров. Откуда система это возьмет? А система это возьмет из справочника, номенклатура. И если мы, ну, допустим, откроем у нас тут абразивная крошка, первая попалась. И здесь у нас есть единица измерения. Вот видите, стоит галочка по весу и по объему. То есть если мы поставим галочку и здесь, соответственно, укажем, ну, вот раз он изначально в килограммах, значит, вес есть. Если в штуках, значит, тогда мы ставим галочку и указываем, сколько весит одна штука, прописываем, какой у нас объем. Вот, допустим, один килограмм занимает такое-то количество кубических метров, либо там полкилограмма, например, один кубический метр. И вот именно из этих данных система будет распределять, соответственно, данную статью. Следующий момент, который нам важен, так, еще посмотреть, каким образом может распределяться на финансовый результат. Если мы ставим, что они у нас относятся на финансовый результат, то тогда у нас уже правила распределения возникают совсем другие. И эти правила распределения, ну, про направление деятельности я сейчас не буду говорить, но это отдельная совершенно большая тема, но может распределяться на все направления, либо на избранные. А вот база распределения тоже только четыре, и они зашитые. То есть расширить их невозможно. Это выручка от продаж, это себестоимость продаж, валовая прибыль и прямые производственные затраты. Соответственно, то есть при переходе с бухгалтерии с УПП, где эти вещи неявно были видны, здесь очень важно правильно составить эти статьи расхода. Следующее. Если на расходы будущих периодов, то здесь распределяется, так скажем, тоже такой интересный момент, это как бы справочник внутри справочника. Причем больше того, вот этот подчиненный справочник правила распределения расходов, он тоже является справочником статьи расходов. Вот возьмем готовый, который есть предопределенный правил распределения расходов в будущих периодах, то есть по месяцам, по календарным дням, с какого момента, на сколько времени. Но это правило распределения, оно тоже списывается на какую-то статью расходов. То есть, если, например, мы покупаем страховку, например, груза, то эта страховка груза, ну, предположим, вот там она у нас не по месяцам, например, а по дням или в каком-то особом порядке, а эта страховка у нас тоже должна потом куда-то списаться. Соответственно, ну, то есть, если она длительная, например, у нас там несколько месяцев идет на корабле из Мексики, месяцев, конечно, я, конечно, уже теперь тут загнула, но пусть там какое-то количество дней по дням будем распределять. Так, и последний вариант расходов – это распределить вручную. Вот бывают такие, случаются расходы, которые вы вот еще не знаете, например, не определились, как вы их будете распределять. Тогда вы создайте такую статью расходов и напишите «распределить вручную». Тогда система проигнорирует эту статью расходов, и она ее не будет никуда распределять, пока вы про нее не вспомните, что… Или вы, например, не поймете, куда вам нужно ее распределить. Также можно пользоваться именно вот такой настройкой распределить вручную, когда, например, у вас возникают расходы, а ТМЦ еще нет. Я вот в своей практике встречалась с таким следующим моментом. Например, когда формируют какое-то НМА, и расходы уже есть, а НМА еще пока что нет. И тогда как раз мы формировали статью расходов. Ну, предположим, мы, да даже и на ТМЦ можно, например, мы заключили договор с какой-то компанией, и она нам ищет, например, там поставщика, еще что-то. То есть расходы есть, товара нет. Мы создали такую статью расходов. Мы туда, там, маркетинговые услуги, допустим, не хотим списывать вот сразу на 44-й. Мы хотим, чтобы вот эти услуги на конкретную позицию распределить, например, на конкретную поставку, на конкретный заказ. Тогда мы создали и храним эту статью расходов. А потом, когда мы копим, мы уже создадим документ и распределим эти расходы. Но каким образом распределять этот другой момент я подробно рассказывать не буду, только совершенно в двух словах. Мы возьмем финансовые результаты контроллинг и отражение прочих доходов, расходов. И здесь есть такой замечательный документ реклассификация расходов. То есть мы перенесем с этого расхода на какой-то определенный, например, ну, то есть на себестоимость уже потом переложим. Так, с этим мы проговорили. Сейчас у нас там два вопроса возникло в чате. А можно настроить на конкретный? Да, вот замечательный вопрос. Замечательный. Я к нему чуть-чуть попозже хотела перейти. Когда говорили бы на складское хранение, как правило. Но если у вас есть при приобретении, да, кстати, вот на те расходы по ТМЦ, которые мы еще не приняли, мы как раз тоже, кстати, делали распределение на определенные группы. Потому что мы точно знали, вот на что будет. То есть номенклатурную позицию мы завели, но ее еще нет. И это происходит следующим образом. Но чаще, я говорю, вот это бывает, например, при складском хранении, предположим, на одном складе, там, в каких-то ячейках, на какие-то позиции. Но вот при приобретении мы сталкивались, например, с досрочным приобретением. В базе распределения, предположим, мы решили по объему распределять. И тогда мы должны создать с вами новое правило распределения. Мало того, что мы должны указать, что это, например, по объему, мы еще устанавливаем отбор. И вот здесь в этом отборе мы можем, например, на конкретные номенклатуры вот так просто перетаскиваем и указываем, например, на какую-то номенклатуру. Либо вот в списке, либо в какой-то группе. Либо, например, вот на какой-то склад. Либо, например, на все склады, кроме одного определенного. Либо на какую-то вот номенклатуру с определенными характеристиками. За счет вот этого отбора и устанавливается как раз правило распределения. Все замечательно. Что вы нашли ответ на свой вопрос? Мне прям такие вещи всегда очень радуют. Когда вот ищешь, не знаешь, потом раз находишь, здорово. Вот. Теперь какой важный момент в формировании статьи расходов. Ну, в данной ситуации у нас по ТЗРкам, ну, в принципе, по статьям расходов. У нас есть такое понятие типа аналитики расходов. Значит, что это такое? В принципе, для большинства подавляющих статей расходов это управленческая аналитика. И мы ее в регламентированном учете практически никогда не встречаем. За исключением нескольких моментов. Когда, например, мы формируем внеоборотные активы. Вот здесь мы точно должны сказать, на какое-либо основное средство, либо на объект строительства, разработку или на. То есть нам система даже не дает возможности отключить контроль заполнения аналитики. А вот при ТЗРках, допустим, у нас есть такая возможность. Мы можем контролировать заполнение, а можем не контролировать. Например, мы взяли при приобретении, настроили здесь с вами все правила и там каким-то образом система спишет. А есть, например, мы будем контролировать на конкретные документы приобретения товаров, услуг или на конкретное поступление, или ввод остатков. И сейчас мы про это тоже поговорим. Еще, опять же, есть разница в зависимости от того, каким образом возникают расходы и относятся на обязательно учет в бухгалтерском учете. Соответственно, здесь у нас это совершенно недавно появилось новое направление в ЕРП. Раньше такого не было. Раньше мы просто показывали основная и прочая деятельность. А теперь и указывали счет учета. А теперь не просто счет учета указываем, а появились именно ГФУ. Группы настроек финансового учета, доходов и расходов. Видите, мы сегодня сколько с вами ГФУ. Мы сегодня с вами проговорили про ГФУ номенклатуры. Мы вспомнили ГФУ в необоротных активах. Мы вспомнили ГФУ в взаиморасчетах. И вот теперь мы дошли до ГФУ доходов и расходов. Соответственно, при их создании тоже в системе их, не только в демоверсии, но и в других, в рабочих базах, достаточно много есть преднастроенных статей. Будьте с ними предельно внимательны, потому что мы же бухгалтеры, нам нужно отразить в регламентированном учете. И прочие операционные расходы или, допустим, прочие расходы от инвестиций в дочерние и зависимые компании, разные бухгалтеры могут трактовать, что они на разных счетах учитываются. Допустим, ту же самую госпошлину. Кто-то считает, что она на 91 счете. Кто-то считает, что там, например, на 0,8, поэтому я, допустим, я не знаю, понравится вам это или не понравится идея, но как вариант все-таки прописывать не просто вот такое наименование, а в наименовании указывать счет ГФУ. Вот я считаю, что вот это вот прям дополнительная излишняя детализация, при этом она совершенно не информативна. Я не знаю, у кого-нибудь есть варианты, что хотели сказать, прочие расходы от инвестиций в дочерние. Или, допустим, чем отличаются прочие операционные расходы от прочих убытков. Ну, давайте зайдем, посмотрим. Прочие операционные – 91,02. Так, прочие убытки – 91,02. Вот с точки зрения отражения в регламентированном учете никакой разницы нет. А аналитика, я считаю, излишне расширенная. Поэтому я всегда создаю, ну, я вам уже сегодня говорила, что я и ГФУ номенклатуры, я и ГФУ взаиморасчетов. Но если взаиморасчетов там попроще, то вот с ГФУ номенклатуры однозначно всегда своих создают. Вот, и, соответственно, здесь точно так же я указываю счет учета, на куда мне нужно настроить. Соответственно, если я отношу на себестоимость товаров, то, ну, опять же, этот ноу-хау ERP, если УПП и бухгалтерия просто автоматически эти ТЗРы списывала на счет учета той номенклатуры, то есть если это 10.01, значит, это на 10.01 ТЗР-ка пошла. Если это 10.06, значит, ТЗР-ка пошла на 10.06. Если 43, значит, на 43. То в ERP есть специально, создали для этого два счета. И эти счета 10 ТР и 41 ТР, то есть дополнительные расходы. Соответственно, вы для себя определяете, то есть или это всегда будет на одном и том же, допустим, 43-го нет ДР, 21-го нет ДР, да, и для десятки вот на все субсчета, и на 10.06, и на 10.01. Единственное, здесь, например, можете для себя, чтобы потом проще проверять, каким образом закрылись, вы, например, в наименовании можете создать такое ГФУ и прописать, например, 10.06, да, и, а счет вот только 10 ДР. Просто вы потом будете смотреть, есть ли 10.06 ДР закрылся, есть ли там 10.01 закрылся и так далее. Вот только для этой цели. А так счет учета вот либо 10 ДР, либо 41 ДР. Дальше, соответственно, указываем, принимается к налоговому учету, либо не принимается к налоговому учету. Если на финансовый результат, значит, мы можем сразу же списать расходы, и тогда мы уже можем, например, ну, на тот же самый 44-й, 25-й, да, соответственно, можем указать, что это вид деятельности у нас основной или прочий. И, соответственно, на основании этого у нас будут разные статьи для включения в отражение декларации по налогу на прибыль. То есть вот если, например, основной вид деятельности, то это виды расхода по основной деятельности, предположим, там, амортизация, материальные расходы, ну, там, неокры и так далее. То если, например, указываем прочий, то, соответственно, здесь уже никакой амортизации, никаких материальных расходов у нас уже, естественно, выбираем необходимый вид расхода именно для потом отражения в налоговом учете. И помните, вот в самом начале я сказала, что скользко, ну, кстати, в презентации достаточно подробно описала про, ну, относительно подробно в рамках именно нашего раздела учета ТМЦ про раздельный учет НДС по расходам. Значит, в статьях расходов можно, соответственно, либо на вид налогообложения документа закупки, сейчас я покажу, где это у нас находится, закупки, вот у нас документ закупки, и здесь дополнительно мы указываем, первое, облагается НДС или не облагается, и закупка по деятельности облагаемая, не облагаемая распределением, вот экспорт сырьевых, экспорт несырьевых, там определяется использованием, по фактическому использованию очень аккуратно тоже нужно влиять. Так вот, если мы выбираем вот такую статью расходов и указываем, например, что НДС будет распределяться именно как в документе закупки, то это будет нормально. А можно прямо раздельно по НДС будет распределяться пропорционально выручке. Функциональность увеличивается в зависимости от того, что мы с вами указали в учетной политике по НДС. Так, сейчас к вопросам. Транспорт и закатовительные расходы. Да, прошу прощения, я привыкла, видите, аббревиатурами своими кидаться. Так, хорошо, коллеги уже быстро, оперативно подсказали. Так, значит, по настройкам статей я рассказала. Теперь, собственно говоря, показать, как это все работает. Первый момент. Это можно, ТЗР могут приходить одновременно с приобретением. И тогда это можно создать такую номенклатуру. Вот прямо элемент номенклатуры. В элементе номенклатуры, соответственно, у нас вид номенклатуры услуга. В виде номенклатуры, соответственно, у нас тип номенклатуры услуга. Раз номенклатура услуга, значит, счет будет 19.4 по НДС. И услуга у нас обязательно списывается на статью расходов. Здесь единственный нюанс такой. Здесь нужно сначала создать документ приобретения, его записать, а потом создать документ, ой, строку с доставкой вот этим ТЗР. И когда мы будем выбирать, соответственно, статью расходов, видите, вот я ее указала. При приобретении и поставила, чтобы контролировать заполнение аналитики. И в качестве типа аналитики я выставила документ приобретения товаров-услуг. То есть если мы еще документ не создали, то он как бы сам на себя не может распределить, его еще нет. А вот когда мы записали документ, а потом эту строчку уже добавляем, то этот документ, в смысле эта статья расходов автоматически сама, то есть это не я сделала, она автоматически подтянула сам вот этот документ. Единственное, что опять же в отличие от УПП и бухгалтерии, вы не увидите в проводках распределение именно сразу же на вот этих расходов. Значит, правило распределения, еще раз. Правило распределения в данном случае мы написали пропорционально себестоимости товаров. Можно и в сейлевскую табличку вывести. Значит, вот здесь у нас 10 тысяч, здесь у нас 20, значит, соответственно, на ведро у нас должно быть в два раза больше, чем на бутылку. Но проводки, такие нестандартные для нас, появляется вот 10 ДР. При этом видите, как получилось, что одна из позиций у меня на десятке изначально, другая на 41. А вот статья расходов, она либо 10 ДР, либо 41 ДР. То есть она просто скинула всю эту сумму, и потом в рамках закрытия месяца сформируется вот такой документ, который будет называться распределение расходов. И в этом распределении расходов, видите, тут разные статьи, вот он уже перекинет, так, это у нас на нужные нам позиции. Вот оно, ведро, и вот оно, бутылка. У нас там 3000, да, и мы видели, что соотношение по себестоимости, вот как раз 2 к 1, ровно, правильно распределила. Вот он 41 ДР, часть на 41 непосредственно на бутылку, а часть на ведро есть 09, вот в этом соотношении. Значит, здесь мы проверяем. По отчетам тоже покажу, каким образом смотреть. Можно ли к номенклатуре, например, буклеты или пробники рекламной продукции подвязать статью расходов. Да. Так. Здесь, знаете, как не столько к номенклатуре статью расходов, сколько, наоборот, сделать отбор к, наоборот, услуге. Вернее, к статье расходов. Давайте еще раз. Этот момент. Да, я абсолютно с вами согласна в промо-трешке, поэтому, и поэтому, опять же, вернемся к предыдущему вопросу. Заклинаю, не пользуйтесь корректировкой проводок и не пользуйтесь документом бухгалтерской справки. Убейте неделю на поиск ошибки. Вот честное слово, чем один раз делаете бухгалтерскую справку, закроете месяц. Там потом, знаете, как снежный ком, в регистрах-то будет одно, а в проводках будет другое. И для системы это будет, знаете, какое отношение такое. Это вот когда садитесь на машину и нажимаете двумя ногами. Одной на газ, а другой на стоп. Машина сломается. Знаете, сколько я видела таких баз, где люди делают руками. И я говорю, я говорю, представляете, вы купили ламборджини с двигателем ламборджини, с внешним видом ламборджини, с комфортом ламборджини, по цене ламборджини. Но если вы пользуетесь вот этими бухгалтерскими справками, то это равносильно тому, что вы взяли, вытащили движок из ламборджини и поставили туда движок запорожца. Вы вытащили вот эти вот мягкие комфортабельные сидения и поставили туда табуретки. При этом цена осталась та же самая. И при этом вы хотите, чтобы она ехала так же, как ламборджини. Такого чудес не бывает. Понимаете? То есть, если двигатель запорожца, он не может ехать со скоростью ламборджини, ламборджини, в принципе. Поэтому, умоляю вас, найдите ошибку. Именно поэтому я так подробно останавливаюсь на том, где что зашито, от чего что зависит и каким образом это проверять в системе. Я, кстати, совсем забыла вам показать еще один документ в связи с этим. Это документы продажи. Как ни странно, здесь тоже есть кое-что зашитое. Вот я создала документик, сделала следующее. Просто взяла документ, просто взяла вот этот вот комбайн. Да, кстати, смотрите, кухонный комбайн, бенатон. Провела его и отразим в регламентированном учете. Ну, для нас прямо вот такие нормальные проводки. Значит, 62, это зависит либо по умолчанию, либо ГФУ взаиморасчетов. 41, соответственно, у нас в ГФУ номенклатуры. Вот. Ну, все, нормальные, хорошие для нас проводочки. Мы не переживаем и ничего. Вот у меня следующий есть документ. Он у меня просто при вас показываю. Провела. А теперь, смотрите, нажимаю дебет-кредит. Он написан, что он отражен в учете, но нет никаких проводок. Есть у кого-то какие-то мысли? Так. Литература по настройкам, потом переводить программирование. Смотрите, значит, литература по настройкам, я надеюсь, что презентация, которую вы получите, и будет той самой литературой по настройкам. я прямо вот туда скрины всех этих документов делала и прямо описывала, почему, где, какие проводки, откуда они берутся. Так, подскажите, пожалуйста, так, это опять литература. Так, есть, ведь в ERP много ошибок, из-за которых может месяц не закрываться. Как тогда исправлять такие ошибки? Надежда, да, тогда, значит, необходим следующий момент. Первое, когда вы делаете саму процедуру закрытия месяца, это реально не всегда легко даже для программистов и консультантов-аналитиков, но в первую очередь, сейчас, вот здесь не самый удачный пример, здесь всегда есть такой момент подробнее. нажимайте первое, вот допустим, ну, это вот такой самый простой момент, оформление счетов, фактуры, таможенных документов. Система подсказывает, что мы кое-что не сделали, оформить. Иногда она говорит, что вот у вас там отрицательное количество каких-то позиций и нажимает подробнее. Нажимайте всегда подробнее и копайтесь там, смотрите, но я с вами абсолютно соглашусь, что порой в этом разобраться невероятно сложно. Просто если вы изначально будете все делать именно так, как требует система, то у вас будет намного меньше проблем. С другой стороны, могут возникнуть такие вопросы, которые как бы они, знаете, как запрятаны. Например, система будет ругаться, что она не может что-то там распределить. Вот очень часто бывает статьями расходов. Очень часто вопрос заключается в следующем, что мы статью расходов создали и не написали, каким образом распределяется эта статья. Ну вот в тот момент мы не знали, как она будет распределяться. Поэтому вы тогда ее в таких случаях, как я говорила, лучше сделайте распределить вручную. Вы увидите, что она у вас зависнет, вы потом, когда поймете, как нужно, вы вспомните и, соответственно, либо ее переделаете и перезакройте месяц, либо, например, если уже предыдущий месяц закрыт, тогда вы сделаете реклассификацию расходов, которую я вам сказала, с одной статьи перекинете на другую статью и система уже закроет. Но вы уже будете сделать, сделаете это осмысленно, вы уже будете знать, что это на финансовый результат, что это у вас должно быть, допустим, пропорционально объемы материалов, допустим, что у вас там будет какой-то отбор, вы будете знать, что там либо на группу продукции, либо на какую-то статью калькуляции, но еще раз запомните золотое правило, лучше что-то не доделать, если чего-то не знаете, лучше не заполняйте, потому что искать потом ошибку намного сложнее. Так, подскажите, пожалуйста, есть ли литература по настройкам, а, так, это у нас уже все прошло. Смотрите, нет никаких вариантов, да, но почему у нас стоит отражен в учете, при этом клавиша отразить в рек учете у нас неактивная и проводок не сформировалось. Так, по-моему, я все вопросы, на все вопросы ответила, если вдруг на какой-то вопрос не ответила, я прошу прощения, тогда повторите, пожалуйста, вопрос, а я тогда пока подскажу, а все зависит вот от этого статуса, потому что статус стоит в предоплате. Как только поменяю статус на реализованное, еще раз проведу этот документ, отражу в регламентированном учете и проводки после этого появляются. При этом, смотрите, так, ну, здесь уже другой товар, но здесь появился счет 91-й. Есть варианты, откуда появился 91-й счет. Я вот сразу же сравню с предыдущим документом, в предыдущем документе соответственно, ну, были классические счета продажи. Вот видите, у меня в номенклатуре, я прям так его и обозвала. Товар реализации 91. Так, от товара так, в оперативном при статусе к предоплате происходит резервирование. Слушайте, вот про резервирование я врать не буду. там зависит, сейчас скажу, от, наверное, настроек резервирования. Лучше я не буду совсем врать. Я забыла, я давно не работала с резервированием. Так, от товара, от номенклатуры. Смотрите, действительно, от товара, от номенклатуры, только вот конкретно что и конкретно где смотреть. Смотреть мы это будем в финансовом учете в ГФУ. То есть, все, что связано с движением ТМЦ, мы смотрим либо ГФУ, либо, соответственно, цеховую кладовую. И вот здесь как раз я специально отдельно создала ГФУ. И вот тут есть счета учета-продаж, счет выручки. Вот, выручка у нас возможна на вот таких счетах, соответственно, 90-91. при этом если мы выбираем 90-й, то у нас нет никакой статьи. Ну, видите, горит серым, что до этого была статья излишки. Ну, я просто первую попавшуюся, ну, почти первую попавшуюся выбрала, которая так, ну, более-менее так себе ничего. Вот, соответственно, это счет продаж. Дальше, счет учета НДС. Вот, счет учета НДС тоже многие считают как-то вот по-разному. Кто-то считает, что он должен быть на 90-03, кто-то считает на 91-02. Я, например, вот как бухгалтер любила, чтобы он был на 90-03, на 91-02 я его теряла. Кто-то считает, что раз там на 90-01, значит, здесь на 91 тоже должно быть. То тоже логично, абсолютно. Ну, и, соответственно, вот еще у нас себестоимость. Соответственно, себестоимость у нас тоже возможна либо на 90-м, причем, видите, сколько много субсчетов, либо на 91-м. Соответственно, как только 91-й проставляем, то у нас тоже мы сразу же должны проставить обязательно статью расходов, куда закинуть на 91-й счет. Вот, при этом проводочка вот предыдущего документа у нас была комбайн и следующий документ у нас так, это товар реализации. Все. Значит, с этим мы посмотрели реализации, посмотрели. А, ТЗР. Так вот, значит, ТЗР у нас распределяется в конце месяца. Следующий есть ТЗР. Это уже вид документа совсем другой. Это приобретен документ, если до этого был документ самый обычный. сейчас я все закрываю, что нам не нужно, чтобы нам ничего не мешало. Так. Если предыдущий у нас был документ приобретения товаров и услуг, еще раз напомню, потом отвлеклись, где были номенклатура и ТЗР. Документ приобретения товаров и услуг. то если у нас только одна ТЗР, то тут несколько моментов. Значит, первое, мы не используем здесь справочник номенклатуры, а в документе приобретения товаров и услуг мы все-таки использовали справочник. Второе, распределение происходит непосредственно в самом документе. Здесь есть ограничения, первое ограничение, его нужно запомнить. Зайдем в статью расходов и посмотрим, какие у нас здесь есть аналитики. Документ, то есть документ приобретения товаров и услуг, документ поступления товаров, документ ввод начальных остатков, документ передачи товаров между организациями, документ того же на декларации, документ выпуск товара сохранения и документ заказ поставщику. Количество аналитик может меняться в зависимости от ваших настроек. Допустим, у меня там есть в настройках выкупа товаров сохранения, соответственно, есть здесь данная аналитика. У меня есть здесь в НЦИ и настройках НДС по импорту и экспорту, значит, есть таможенная декларация. Если там галачек не будет, то этих документов не будет, то есть здесь нет отдельных позиций. Например, если у вас в одном документе 15 позиций, вот вы везете, допустим, лист металлический, например, и трубу металлическую и одновременно еще вату там какую-нибудь или картонные коробки, а вам лист, например, этот металлический или трубу нужно еще разрезать или, например, еду там вагоном и что-то сертифицируется, что-то не сертифицируется, но приходит одним документом. Так вот, ERP пока что не дает возможности выбирать из этого документа те позиции, на которые распределять эти дополнительные расходы. То есть, это не только ТЗР касается, это в принципе любых доп. расходов. Здесь вариант 2. Значит, первый, если не ломать программу, то есть, не звать программистов, не дорабатывать, не вносить изменения в конфигурацию, что сейчас будет стоить денег, потом будет стоить денег при каждом обновлении, нужно будет помнить об этом, чтобы не потерять эту заработку. Но кому-то, тем не менее, это удобнее, я должна об этом сказать. Второй вариант это разбивать документ приобретения товаров и услуг на два документа и к ним подцеплять один счет фактуру. То есть, в одном будут те документы, на которые нужно будет распределить доп. услуги, а в другом документе, на которые не нужно будет распределить доп. услуги. Второй не очень удобный момент. Когда мы получается, заполняем, сейчас, видите, две строчки у меня здесь, давайте я сейчас уберу и покажу. То есть, изначально может вот сюда в строчку можно указать только один документ. При этом, когда вы выбираете, нужно быть тоже очень аккуратным, очень внимательным. Здесь у меня документ от организации ОРОМАШКО. Но вы, наверное, уже заметили, что когда мы проваливаемся в документ, мы видим все приобретения по всем организациям и РОМАШКО, и НЕРОМАШКО. Поэтому нам здесь нужно сделать сначала ограничение по данной организации и потом выбрать нужное. Ну, это если типовой функционал, а если не типовой, то понятно, что просим программиста. А у нас, вот как у меня только что было в документе, несколько строчек, а если, ладно, допустим, две, я их там распределила, например, по себестоимости, а если там внутри мне нужно по количеству или по объему, ну, то руками тот еще квест получается. Тогда это делается следующим образом. Сейчас я отменю проведение и покажу, как это формируется. После того, когда я добавила сюда необходимую аналитику, я нажимаю на клавишу распределить на документы приобретения. И вот здесь я уже могу приспокойно добавить еще хоть 15 документов. соответственно, вот я добавляю, там у меня 0,4, сначала отбираю ромашку, теперь отбираю только то, что у нас на склад пришло, то есть то, что ТМЦ, а не услуги. Выбрала там какое-то количество позиций, значит, сумма у меня уже сразу есть, количество у меня есть, но вот вес и объем там у меня в позициях нет, просто если бы было по весу или по объему. Все, и вот давайте вот количество у нас здесь 22, здесь 20. Ну давайте мы распределим, давайте сделаем 44, давайте 400, 400, так, 440, ну чтобы нам было понятно, если мы по количеству. При этом, несмотря на то, как настроена статья расходов распределения по объему, по количеству, по весу или по сумме, в документе можно выбрать другую базу распределения. Вот давайте сделаем по количеству, по количеству, нажимаем распределить, так, а он там с НДСом еще взял, чтобы тогда документ без НДСа сделать. 440, так, 440, добавим еще один документ для контроля просто для себя, потому что поначалу, конечно, все надо перепроверить, все надо перепробовать, так, распределить, 22 и 22, ну конечно, я такой счетовод, 40, все равно он должен определить, слушайте, а, потому что там у нас с НДСом, скорее всего, в общем, нужно вот здесь этот момент пересмотреть. 420 надо, а не 440. А, ну понятно, вот видите, как спасибо большое, все, это я уже зарапортовалась, не могу понять, все, теперь у нас все замечательно распределилось, теперь мы точно видим, что у нас тут все правильно, соответственно, 220 и 200, если мы берем по сумме, распределяем по сумме, то у нас уже будет, видите, другая пропорция, ну соответственно, можем ее здесь тоже высчитать, ну так, на глаз, в первом приближении правильно, соответственно, если бы там в позициях был бы указан вес и объем, тоже можно было бы здесь внутри распределить. Теперь, что очень важно, после того, когда мы нажали распределить, мы это переносим в документ, и документ нам, видите, сам распределяет здесь на то количество вот документов, которые есть, и очень важно, чтобы в конце появился вот такой комментарий, то есть пока нет комментария, это еще не распределение. Проводим этот документ, и вот здесь я хочу огорчить, такое, к сожалению, иногда случается, данный документ должен сразу же отразить эти ТЗР на те позиции, которые мы выбрали вот здесь в документе в самом. и в предыдущих версиях это работало. К сожалению, вот в этом релизе возникла ошибка, и данный ТЗР вне зависимости от того, что он одновременно с документом, что он после, все равно получается, ему придется сформировать документ распределения расходов. Вот тоже такого момента не всегда бойтесь. Понятно, что вот все работало-работало, но именно по этой причине я в самом начале вам указала, что какой релиз я использую. К сожалению, вот в этом релизе есть такая ошибочка. А по идее здесь сразу же этот документ должен был сформировать нам нормальные проводки. Теперь про ТЗР и в принципе про до просхода, которые возникают до приобретения. Я вам сказала, что тогда мы создаем еще раз статью расходов, которая у нас будет распределить вручную. И все, что распределить вручную, оно просто будет висеть на том счете, на котором вы укажете до тех пор, пока вы про него не вспомните или до тех пор, пока вы не поймете, на кого нужно распределить. И через финансовые результаты контроли, отражения прочих доходов, расходов, сделайте реклассификацию расхода. Просто с того вручную перенесете на тот, который, статью, например, вы определитесь или поймете или вспомните. Так, теперь какие у нас есть отчеты по контролю этой себестоимости. Единственное, что я сейчас, конечно, уже у себя все перебила, вот этот документ, который сейчас экспериментировала, поэтому не все отчеты смогу корректно показать, либо нужно будет перезакрывать и ждать месяц. Так, ну, наверное, все равно мы это сделаем. Так, сейчас, одну секундочку, мы его тогда заполним, запустим. Так, если ранее были сформированы документы, то их лучше убрать, потому что они не всегда перезаполняются, чаще не перезаполняются. Так, так, ТЗРки, остальное пусть у нас остается. Пока запущу документ закрытия месяца, а мы с вами еще один момент посмотрим. Случаются такие моменты, например, нам пришли какие-то товары, мы их пустили в производство, мы даже уже выпустили из них готовую продукцию, даже иногда бывает продали уже эту продукцию, а потом нам откуда-то там из седьмой галактики пришли документы наконец-то по каким-то доп. расхода. И куда эти доп. расходы? Значит, есть два варианта, ну, то есть, либо просто там на 91-й, 44-й, но в системе есть такая возможность списать эти расходы на позиции, которые уже даже вышли, ушли у нас, вот как только что я сказала, то есть, что-то осталось на складе, что-то передали в кладовую, из чего-то выпустили готовую продукцию, а что-то уже даже физически продали. И такая возможность опции включается в подсистеме инсы и администрирование, финансовые результаты контроллинг, и здесь у нас есть учет товаров, и в этом учете товаров есть дополнительные расходы по товарам, распределение дополнительной расходы по выбывшим товарам, и такие будут распределяться на выбывшие товары даже в прошлых периодах, если они соответственно у нас появятся в текущем периоде, то есть они до этого будут лежать до тех пор, пока не появится такой товар. И также здесь же включается такая функциональность, как распределение дополнительных расходов даже на товары в пути от поставщиков, то есть у нас еще нет этих товаров, а до просходы нам уже оперативно предоставили по этим документам, мы же их должны куда-то засунуть, соответственно включаем эту опцию и там у нас будет все работать нормально. Здесь пока включаем закрытие месяца, а мы с вами пока тогда перейдем к отчетам, которые у нас хорошо бы посмотреть с вами, где мы что и как смотрим. Значит, первый отчет неестественно, а это так скажем, для бухгалтеров высшего пилотажа, вы же прям вообще сюда пришли для того, чтобы быть очень грамотными, иринда, я вижу, что уже очень долго, все прямо последнее-последнее, закругляюсь, прошу прощения, так, это функциональные результаты контроллинг, это прошу прощения, НСИ администрирование, и здесь у нас есть печатные формы отчет и обработки, здесь есть у нас такой отчет, универсальный отчет, и здесь нужно выбрать регистр накопления и два регистра, себестоимость товара и прочие расходы, и выбрать им для имя таблицы остатки и обороты, их сформируете, посмотрите, коллеги, так как я действительно очень сильно затянула, но я очень подробно описала эти отчеты и то, как они смотрятся, формируются, и где смотреть, какие суммы, то тогда давайте так, по отчетам уже самостоятельно посмотрите, здесь ничего сложного, просто выбираете регистр накопления и просто выбираете нужный регистр, а также заходите в настройки, обязательно расширенные поля сортировки и не забывайте вот здесь оставлять только то, что вам нужно, значит, каким образом это увидеть, здесь раскрыты, соответственно, вот у нас есть количество, стоимость регал до просхода, соответственно, в настройках я оставила только эти поля, единственное, что нужно обязательно поставить галочку, вот до тех пор, пока не стоит галочка начальный остаток, у нас нет поля начальный остаток, как только поставила галочку, в отчете появится, все, соответственно, после этого вы точно так же сохраняете этот отчет, туда, где хотите, по закладке далее, ну, пусть он меня, допустим, заменит, я выбираю, что я хочу видеть этот отчет там же, где и все предыдущие в финансовом результате контролинги в себестоимости запасов, соответственно, наши же отчеты, финансовый результат, отчеты по финансовому результату, и вот он у меня отчет, себестоимость товаров и прочие расходы, видите, теперь тогда две минуточки прямо кратко-кратко, что мы прошли, мы проговорили про основные справочники, это организации, структура предприятия, склады, номенклатура, так, сейчас, секундочку, я прям быстренько переключу вас сюда, чтобы помнить, отражение документов в рекучете мы проговорили о формировании проводок, отчеты для бухгалтера по учету ТМЦ до закрытия и после закрытия месяца, от чего зависят бухгалтерские проводки ТМЦ, подробно разобрали, документы движения товаров, закупки, перемещения, учет транспортно-заготовительных расходов и отчеты, ну, к сожалению, придется посмотреть из презентации, но я сейчас покажу, прям вот я вот таким образом прям достаточно, достаточно подробненько прямо расписала, где берете, что настраиваете, каким образом, это вы все увидите и, соответственно, спасибо за внимание, жду до следующих встреч, и 22 числа мы встретимся с продолжением, поговорим про методы оценки ТМЦ, про учет спецодежды с применением ФСБУ-5, про учет малоценных ТМЦ, про резервирование ТМЦ и, опять же, отчетные формы. Вот так, последнее. Все. Коллеги, да, раздаточный материал будет обязательно. Спасибо большое, что вы здесь были. Всего доброго, до свидания. Прошу прощения, что так долго получилось, но хотелось побольше всего рассказать. Удачи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова